Дорогие друзья, здравствуйте! 17 апреля у нас на календаре. Из кадра на секунду ушел один из экспертов, с которым мы сегодня будем общаться. Саша, мы уже в прямом эфире. Дорогие друзья, портал Preon.ru. Мы начинаем очередной вебинар из серии для тех, кто в самоизоляции. Общаемся сегодня на очень любимую и лично мне очень приятную тему. Будем говорить о недвижимости, об инвестициях в недвижимость в Словении. Словения – небольшое государство, не путайте со Словакией. Это одна из республик бывшей Югославии, которая относительно успешно преодолела период распада в начале 90-х. Немножко пострадала, как и все практически страны, в период кризиса после 2008 года. Но, тем не менее, это страна, которая входит в Евросоюз. Это страна, которая входит в зоны Шенгенского соглашения, в отличие от остальных республик бывшей Югославии. И она является таким полноценным государством Европы. И Европы в каком-то смысле все равно южной, в каком-то смысле восточной, но в каком-то смысле можно, наверное, сказать и западной. И мы сегодня с вами поговорим не просто о перспективах этой страны, а коснемся практически всех возможностей, которые предоставляет сегодня славянская недвижимость. В первую очередь поговорим об инвестициях и немножко коснемся тематики вида на жительство. Поскольку Словения прошла разные этапы взаимоотношений с видами на жительство. И с нашими экспертами мы сегодня это обсудим. Какие возможности есть сейчас у тех, кто инвестирует. Итак, с удовольствием представляю наших экспертов. Начну с дамы Виктория Савченко. Она сейчас, кстати, откроет маленький секрет, если я правильно понимаю, находится не в России, то есть не в Словении, а в России. Совершенно верно. А все потому, что Виктория Савченко эксперт, в том числе и по работе с русскоязычными клиентами компании Future Real Estate, которая является представителем, ну, корректнее, надо сказать, не скажешь, представителем интереса компании Century 21 на славянском рынке, на партнером. И с удовольствием представлю Александра Тонко. Это руководитель Future Real Estate и руководитель Century 21 Словения, то есть глобальной компании, его подразделение на российском рынке, на славянском, простите, рынке. Александр, привет. Приветствую. Вот Александр как раз сидит в Любляне, Люблян, это столица Словении. Все верно. И сразу скажу, что чат работает, вы можете задавать вопросы нашим экспертам, и мы, соответственно, будем на эти вопросы по ходу дела отвечать. Пару слов буквально поговорим сейчас о том, как Словения живет, какие новости сейчас происходят на славянском, в принципе, даже не рынке, в славянской жизни. Потом будем отдельно говорить о инвестиционных решениях, которые возможны в Словении, и в конце затронем вопрос, а как, собственно, инвестиции в Словению могут помочь в получении славянского ВНЖ и так далее. Ну что ж, Саш, давай начнем с твоего краткого рассказа о том, что, собственно, сейчас происходит в Словении, как в государстве в целом, не только на рынке недвижимости, а я покажу несколько фотографий, которые ты нам любезно предоставил. Спасибо большое, Филипп. На самом деле, на сегодняшний момент в Словении прошла переломную точку, связанную с коронавирусом, и уже, по сути дела, с прошлой недели уже определенные санкции, которые ввела государство, они уже начали постепенно снимать. Вот сегодня буквально поступила такая очень хорошая новость, что на вчерашнем вечернем заседании правительство приняло решение, что с 5, точнее даже 4 мая уже будут открываться магазины площадью до 400 квадратных метров. Открываться будут автосалоны, открываться будут уже с этой недели, по сути дела, с конца этой недели, сначала следующие уже строительные магазины, материозины бытовой техники, мебельные магазины. То есть, в принципе, планируется, что с 5 числа открываются магазины до 400 метров квадратных по тем направлениям, что я назвал. То есть, это уже, по сути дела, попадают практически все магазины. И где-то, если эпидемиологическая обстановка будет этого позволять, уже где-то с 15 мая будут открыты все магазины и рестораны. То есть, по сути дела, я бы сказал, что ситуация пока на сегодняшний момент развивается достаточно положительно в плане открытия, в плане открытия страны. Уже тоже разрешили проводить определенные спортивные, ну, не то что мероприятия, но, например, уже разрешено заниматься спортом на открытом воздухе, на природе. Уже разрешено заниматься теннисом, гольфом. То есть, в принципе, уже потихонечку, но страна идет по направлению возвращения к нормальной жизни. Конечно, Евросоюз сейчас поставил три главных условия для всех европейских стран, которые собираются потихонечку снимать эти барьеры. То есть, это достаточное количество медицинского оборудования, то есть, масок, защитных костюмов и так далее. Словения, в принципе, в этом плане молодец. То есть, они закупили достаточное количество оборудования. Вот буквально там на этой неделе прилетело 4 грузовых самолета с оборудованием, поэтому здесь оборудования хватает. Второе условие обязательное, что это достаточные капацитеты, точнее, по-русски, это будет достаточные возможности, мы снастя в плане медицинских центров, то есть, чтобы хватало мест в кое-каках интенсивной терапии, хватало вообще мест в больницах и так далее. Здесь, в принципе, тоже ситуация развивается в... Ну, не критичная, потому что, в принципе, на всю Словении 90 человек находятся в больницах, 30 находятся в интенсивной терапии, то есть, свободные возможности в больнице имеются. И третье обязательное условие, конечно, жесткий контроль над развитием. То есть, это тестирование, тестирование, еще раз тестирование. Ну, здесь славянцы тоже закупили достаточное количество тестов, поэтому Словения достаточно сильно копирует сценарий, который идет в Австрии. То есть, по сути дела, мы стоим от Австрии ровно на неделю. То есть, в Австрии на прошлой неделе открыли магазин до 400 метров, в Словении на этой неделе, там, грубо говоря, не на этой неделе, в мае будут открывать, в начале мая, там, через, там, две недели. Поэтому, в принципе, я бы сказал так, что вот эта сторона, то есть, ну, насколько я там читаю новостные порталы, итальянские, славянские, местные, то в Италии вроде бы как тоже сейчас потихонечку все идет к переломному моменту, потому что уже славянцы потихонечку начинают тоже послабление делать на итальянской границе. То есть, в принципе, ситуация, скажем так, по сравнению, насколько я понимаю, сейчас с той же Америкой, с Россией, с Украиной, все-таки, ну, чуть более положительные. Это вот как раз Филипп показал несколько фотографий. Да, вот я как раз хочу показать, прокомментируй, пожалуйста, ну, вот, например, здесь, ну, Рына, когда ты где тут такими роскошными балансами? Ну, вот, я хотел, да, прокомментировать. Видите, к сожалению, лобстеры закончились, остались только гребешки, остался только дикий сибас, креветки, вот я как раз сфотографировал. Это просто возвращаясь к новости о том, что многие говорят, что, наверное, там в Европе не хватает продуктов и так далее, и так далее. Это вот конкретно рыбный магазинчик. В Любляне в зоне БТЦ, торговой зоне, есть очень большой рынок фермерский, в том числе есть рыбный рынок. Вот они каждый день, по сути дела, в период, несмотря на то, что эпидемия, каждый день они завозят свежую рыбу. То, по сути дела, конечно, она там за 3-4 часа полностью уходит вся, да, то есть, но это вот буквально я некоторое время назад, по-моему, неделю назад делал эту фотографию, как раз, когда я ездил на рынок. Ну вот, правее же фотография – это стройка одного из проектов, которые наша компания помогает вести. Мы занимаемся в этом случае конкретно продажами. Здесь была еще одна фотография, на которой также там очень удаленно были видны, также рабочие, да, то есть это означает то, что стройки тоже идут, то есть, по сути дела, несмотря на эпидемию, но такие основополагающие бранжи, они не были заморожены, то есть производство работали дальше, по сути дела, там, производство Рено, оно запущено, они работают, производство горения бытовой техники, то есть, ну, многие компании производственные, они дальше продолжали работать. Конечно, ввели очень жесткие меры по безопасности, но они работают, как и стройка, в принципе. Давай переходим тогда к недвижимости. Еще раз напоминаю нашим коллегам, что у нас включен чат. Кстати, попрошу в чате опубликовать контакты компании Century 21 и Future Real Estate, с тем, чтобы, ну, те, кто захотят пообщаться в частном порядке, потом могли это сделать. Давай несколько слов о том, как переживает сейчас эту ситуацию рынок недвижимости. Пожалуйста. Смотрите, на сегодняшний момент мы рынок недвижимости можем разделить на три основные бранжи. Первая бранжа – это жилая недвижимость, то есть, где все-таки основополагающим покупателем является местный покупатель, местная Словенция. Здесь на сегодняшний момент я бы не сказал, что рынок вообще замер, но вот, по крайней мере, мы видим, учитывая то, что, как и все агентства по недвижимости, мы перешли в режим работы в онлайн, да, то есть это там использование чатов, электронные заявки, дигитальная реклама и так далее. Заявки, в принципе, идут. Естественно, очень много моментов связано с тем, что когда начнут работать банки, потому что, в принципе, банки на сегодняшний момент в основном заняты репрограммированием бизнеса, да, то есть, исходя из законодательства, которое было принято. Поэтому, в принципе, на сегодняшний момент я бы сказал так, что пока каких-то жестких колебаний на рынке нету на сегодняшний момент. Конечно, основополагающим будет первых 2-3 недели, как только рынок откроется, как только люди начнут, снова могут ходить на осмотры недвижимости и так далее. Но пока какой-то жесткой просадки в цене мы не заметили. По крайней мере, мы ведем речь пока о такой, о первичном жилье, да, то есть пока мы не ведем речь о вторичном жилье, пока мы ведем речь о первичном жилье. Если же говорить о сегменте, например, торговой недвижимости, то здесь у нас, учитывая то, что все-таки одним из основополагающих покупателей все-таки является зарубежный покупатель, потому что в основном, коммерческую недвижимость, особенно в торговую, вкладываются, конечно, люди, которые хотят получать какой-то пассивный доход. Ну вот, здесь, в принципе, спрос у нас остается на том же месте, то есть запросов достаточно много, люди интересуются. Понятно, что, может быть, технически человек не может так быстро купить, как он купил бы, если бы не было бы вируса, но, в принципе, запросов приходит достаточно много. Я думаю, конечно, что это связано также частично с тем, что была конкретно говорить про Россию, потому что, конечно, покупатели у нас не только из России, из Украины, из России, из Белоруссии, также есть и немецкие покупатели, также есть покупатели, то есть из Соединенных Штатов Америки. Поэтому здесь, конечно, на сегодняшний момент сейчас преобладает, конечно, покупатели, это русскоязычное население, и, конечно, это связано, я думаю, в том числе с просадкой курса рубля в России, все-таки с такой достаточно большой апатией то, что происходит сейчас на российском рынке. Люди все-таки, конечно, ищут, куда бы вложить деньги, чтобы получать стабильный пассивный доход, потому что торговая недвижимость себя лучше всего зарекомендовала, потому что, несмотря даже на то, что многие магазины сейчас были закрыты, то все равно государство сейчас выделяет дотационные средства на покрытие арендных платежей, то есть все равно, скажем так, ты без дохода не остался в этом плане, и всегда крупный большой арендатор, он остается крупным большим арендатором. То есть, несмотря на ситуацию с коронавирусом, мы за этот период, вот этого месяца, пока мы сидим в карантине, мы успели там семь новых контрактов с арендаторами подписать на новые точки. То есть это означает, что, ну, они понимают, что, окей, да, есть такая ситуация, но она вечно не продлится, а развиваться им необходимо. Поэтому, да. Активность с точки зрения купли-продажи. Понятное дело, что, ну, коммерческая недвижимость, она гораздо более инертна, в том смысле, ты там за неделю, за две не купишь, да, но, тем не менее, запросы, сделки, поведение продавцов, поведение покупателей на рынке коммерческой недвижимости, как бы ты его сейчас охарактеризовал, люди ждут или люди там от чего-то пытаются избавиться, или пока такой тенденции нет? Смотрите, пока такой тенденции я не заметил. Я заметил тенденцию, конечно, есть, конечно, однозначные сделки, где люди пытаются паниковать и говорить, что, ой, надо быстрее продать, но сейчас это технически невозможно, потому что, по сути дела, ну, все равно психологически люди очень многие боятся вируса даже. То есть технически сделать это возможно. То есть мы вот сейчас по нескольким нашим клиентам, мы доводили сделки до конца, причем одна сделка была кредитная, где человек выдал доверенность контрагенту в Словении, которая подписала им кредитный договор и вписали ипотеку на бег недвижимости. Конечно, это была нотариальная доверенность с опостилем, с переводом, со всем. Определенные усилия на это были потрачены, но технически это сделать возможно. Конечно, здесь больше психологический фактор, потому что все равно все-таки, ну, местные покупатели, они не так сильно поддержаны паникой, да, то есть потому что на сегодняшний момент, ну, государство поддерживает местное население, государство поддерживает бизнес. Конечно, можно, могло бы быть и лучше. Они, конечно, могли там выдать и больше средств, они могли бы еще больше помочь. Но я думаю, что, знаете, вот как был пример штата, когда они там выделяли каждому по 2200, они говорят, а почему не по 4, да, то есть то же самое здесь. То есть государство помогло, но могло бы и больше. Хотя, несмотря ни на что, они только на первый пакет по коронавирусу потратили треть государственного, треть годового бюджета страны. То есть это весьма весомые цифры сами по себе получаются. Ну вот, так что пока я бы сказал так, что рынок не настолько сильно непростен, то есть нет какой-то паники на рынке, да, то есть никто не бежит быстрее продавать, продавать, продавать. Вот мы в том числе сами идем несколько сделать по покупке для себя объектов недвижимости. И мы тоже замечаем, что мы пытаемся торговаться. Мы говорим, ребята, ну коронавирус. Так она нам отвечает, говорит, ребята, наоборот, вы же покупаете объект с арендатором. Это же, наоборот, стабильная инвестиция. То есть, наоборот, сейчас спрос на это дело возрастет. Так что какой-то, то есть это все-таки нужно понимать, что это не кризис восьмого года, где была жесткая просадка. То есть все-таки здесь все равно коммерция, именно в формате торговой недвижимости, она весьма специфична касаемо продавцов, касаемо покупателей. Офисная же недвижимость, конечно, вот это тот сегмент, по моей оценке, который, ну, если пострадает, то пострадает больше всего, потому что все-таки, ну, офисы есть офисы, и они привязаны, собственно говоря, к ведению самого бизнеса. Офисный, а отельный? Отельная недвижимость, мы здесь делим ее на два сегмента. Первый сегмент, конечно, это сетевые отели, то есть, и покупают их тоже в основном, это крупные фонды, покупают их крупные структуры, то есть, ну, у них минимальное требование – это минимум 50 номеров. Таких отелей, конечно, в большом количестве в Словении нет. Если же вести речь о каких-то семейных небольших отелях, то здесь я заметил, что определенное количество объектов начало появляться на рынке, спрос на них также есть, но здесь, конечно, по моей оценке, возможно, также торговаться, получать какие-то более дисконтные цены, более выгодные, но, видите, семейные отели, они весьма специфичны, потому что основным покупателем таких отелей является тоже семья, которые хотят переехать, которые хотят этим заниматься, то есть, ну, по крайней мере, из нашего опыта могу сказать, что такой формат бизнеса интересен именно людям, которые подумают о эмиграции, о переезде, ну и чтобы, собственно говоря, здесь не скучать и быстрее выучить язык и получать какой-то пассивный доход, рассматривать именно покупку вот такого бизнеса. То есть не с целью получения пассивного дохода, а именно с целью занятия именно активным бизнесом. Окей. Ну, я тут приоткрою маленький секрет. Дело в том, что мы с компанией Future Real Estate и Century 21 Словения сотрудничаем давно, хотя какой тут, собственно, секрет? Делали уже несколько видеопроектов, делали несколько, ну, и материалов много, в основном именно о проектах я хочу сказать, потому что, собственно, что это были за проекты? Мы приезжали, мы снимали объекты, мы три года назад, два года назад, в прошлом году снимали, и у нас получилась такая довольно уникальная история, мы не просто в какой-то единый момент времени сделали слепок, вот сейчас объект выглядит вот так, но мы смогли проследить историю в динамике, и это было очень интересно, потому что некоторые объекты, которые мы вот с Александром, с Викторией осматривали, они просто заработали активно, активно, активно. Некоторые объекты, которые мы рассматривали и, ну, в частности, например, отельный бизнес, смотрели, и кто-то запустился более успешно, кто-то запустился менее успешно. И, в общем, это и есть, на самом деле, тот смысл, мне кажется, в нашей работе, который, ну, превыше всего. То есть показываем не просто, вот, ребят, вот сейчас есть история, а есть возможность заглянуть назад и посмотреть настоящее. Поэтому сейчас давайте вот о чем поговорим, посмотрим как раз, ну, те инвестиционные решения, которые есть в Словении. То есть разные схемы, и попробуем, Саш, если возможно, отмотать историю на несколько лет назад, да, то есть как это выглядело несколько лет назад, как это выглядит сейчас, и в зависимости от этого, а чего можно ждать в ближайшем будущем. Давайте просто начнем с тех объектов, которые у нас есть. Это, как вы видите, кадры, собственно, еще волшебной рыбы, к недвижимости они отношения не имеют. Значит, начнем, может быть, не с самого типичного объекта, вот то, что, ну, квартира в Камнике, это как бы не совсем квартира. Виктория, может быть, ты тогда начнешь, да, о чем здесь идет речь, что это за тип недвижимости? Речь идет об очень красивом месте, и это несколько домов квартирных, которые изначально были построены как дом престарелых. И они все изначально были построены под нужды взрослых людей, то есть там нету порожков, там есть везде лифт, и есть возможность приобрести такую квартиру уже с арендатором, то есть ее уже можно свободно сдавать на долгий срок. Квартиры разного формата, я имею в виду, по площади, то есть есть побольше, есть поменьше, кто-то там может жить вдвоем, кто-то может жить один. И это все находится в красивейшей пейзажной зоне, но при этом это 10 минут от старого города, где есть вся инфраструктура, то есть вы вроде бы как и за городом, но не настолько, чтобы отсутствовать каком-то более или менее городского типа жизни. Саша, несколько слов вообще о феномене этом, насколько, вот в чем здесь бизнес-модель, если мы говорим о строительстве подобного рода, и для инвестора здесь основную какую-то роль государства играет, и вообще насколько этот бизнес недавно появился? Да, смотрите, ну как очень многие бизнес-проекты, конечно, многие проекты приходят в Словении также из Германии, потому что по ментальности Словения весьма похоже на Астри, похоже на Германию, потому что все-таки часть Словения, собственно говоря, она и находилась на территории бывшей Австро-Венгрии, в том числе город Марьбер, вот этот регион. Концепция вообще домов для престарелых, это даже тяжело назвать именно домом для престарелых, это все-таки дом для людей, кому за 50, кому за 60. То есть, собственно говоря, на территории этого комплекса имеется дом, именно действующий дом для престарелых, где находятся люди, которые имеют там более тяжелую форму каких-то заболеваний, деменцию и так далее, и так далее, где у них есть полный медицинский контроль. И есть также дома, где просто люди, которые пенсионеры, которые, может быть, остались сами, то есть там умер супруг второй и так далее, они продают свое жилье большое и переезжают в такие небольшие квартирки, то есть там начиная от 30 квадратных метров до 50-60, есть, конечно, квартиры побольше. Основная тенденция такова, что в этом комплексе у них есть дежурная кнопка помощи, то есть они, если им нужно поставить укол, если им нужно оказать какую-то медицинскую помощь, они нажимают эту кнопочку, то есть, по сути дела, они подписывают контракт, вот есть у вас, например, контракт с охранной компанией, который обеспечит безопасность в доме, а есть контакт с медицинской компанией, то есть они, собственно говоря, находятся непосредственно вблизи, то есть одно из помещений на первом этаже этого объекта, оно было выкуплено компанией, которая эти услуги предоставляет, И, по сути дела, вы можете по необходимости получать эту медицинскую помощь, вы можете заказывать себе доставку еды на дом, вы можете себе вызвать врача. То есть, в принципе, эта концепция, учитывая то, что все-таки Европа, она достаточно большой процент людей – это люди, которые пенсионеры, то есть, скажем так, количество лет среднестатистическое, сколько живут средним европейцы, словенцы в том числе, он достаточно высокий. То есть, насколько я помню, средний уровень возраста жизни словенцев – это, по-моему, даже где-то под 80 лет, то есть, достаточно хорошие показатели. И поэтому такие комплексы, они весьма вакантные. И, скажем так, конкретно в данном случае в Словении всего-навсего пока было построено, по-моему, по моей памяти, где-то 7 проектов такого формата, да, то есть, это вот один из них, который сейчас актуален, который продается. И суть трубки его заключается в том, что вы можете купить квартиру и сдавать ее в аренду, то есть, именно получение пассивного дохода. Конечно, так как это жилая недвижимость, она не может быть столь сверх рентабельна, как коммерческая, но средняя доходность по такому объекту может составлять в районе где-то 5%. Вот можно ли понять, кто в данном случае платит? То есть, ты получаешь деньги с компанией, которая застроила этот комплекс, или ты получаешь деньги с конкретного, ну, там, пенсионера или пожилого человека? И вот об этой... Смотрите, форматы есть абсолютно разные. Вот мы сейчас прорабатываем в том числе один девелокерский проект, где именно будет управляющая компания, которая будет сдавать весь комплекс. То есть, по сути дела, вам не нужно бегать и отдельно сдавать каждую квартиру, а вы можете сдавать это через управляющую компанию. В данном все-таки случае, конечно, такой управляющей компании изначально продумано не было. То есть, именно конкретно, если мы говорим про проект Камник, то, конечно, здесь подразумевалась сдача именно квартиры отдельным лицам. Но в случае, если клиенту это необходимо, наша компания может предоставить услуги также управляющей компании. И если, например, клиент готов купить одну квартиру, две, три, мы для него можем заниматься сдачей в аренду, поиском арендаторов и так далее, потому что, в принципе, это также вакантно. Но самая именно актуальность этого проекта – именно большой спрос, понимаете? То есть, это тот сегмент, который будет востребован навсегда. То есть, обычная квартира, да, конъюнктура идет наверх, сдается все быстро. Конъюнктура идет вниз, конечно, также и цены просаживаются. Если же мы ведем речь о доме для престарелых, то сегодня, чтобы понимать, ну, грубо говоря, на 100 людей, которые хотят арендовать, есть 10 квартир, которые сдаются. Поэтому всегда очереди достаточно-достаточно большие, да, то есть на такие квартиры. И, конечно, это является, знаете, одним из сегментов инвестирования для людей, которые все-таки, ну, скажем так, у каждого человека есть психологический портрет, куда он хочет инвестировать. То есть, несмотря на наши аргументы и так далее, но если человек хочет вкладывать в жилую недвижимость, все равно он будет вкладывать в жилую недвижимость. И это может быть формат объекта, который максимально будет всем интересен. Да, то есть, потому что спрос имеется, цена покупки достаточно адекватная, дом новый, дом в гарантии. Это один из вариантов, опять же, проектов. Конечно, будет и большее количество таких проектов. Ну, вот, но это вот просто один из таких вариантов объектов, который у нас на сегодняшний момент актуален. Несколько вопросов. Приобретая такую недвижимость, ты приобретаешь ее вместе с мебелью или мебели там нет? Вот изначально, вот эта цена, например, 91-1300. Это базовая цена без мебели. Есть несколько образцовых квартир, то есть, которые уже меблированы, но их, конечно, мы будем продавать в последнем фазе, потому что всего здесь было 84 квартиры. Мы стартовали с продажами после Нового года. Ну, и понятно, уже в феврале в марте уже началась эпопея вокруг коронавируса, но треть квартир уже продана. То есть, на сегодняшний момент осталось две трети квартиры, которые еще не проданы. В принципе, после снятия десанкционных моментов, я думаю, что у нас уже где-то порядка 10-15 резерваций уже пока стоит на холде. Ну вот, и это, скажем так, пока квартира без мебели, но обставить меблировать такую квартиру, есть партнерская компания, кто это может сделать. То есть, ну вот конкретно квартиру 35 квадратных метров можно спокойно меблировать в формате там 6-7 тысяч евро, то есть там максимум до 10 в зависимости от уровня, естественно, меблировки. Но здесь речь идет о самой базовой меблировке, поэтому, в принципе, здесь там до 10 тысяч евро можно спокойно, хорошо обставить квартиру и ее сдавать долгосрочным арендам. Напоминаю, что у нас работает чат, если есть какие-то вопросы, можете задавать. А мой следующий вопрос, вот все-таки, если мы сравниваем такой объект, вот есть квартира в Камнике, ты говоришь о 5% годовых, а есть, например, какая-то недвижимость в Любляне, которую тоже, ну, наверное, можно сдавать долгосрочность. Здесь же речь идет о долгосрочной явной недвижимости. Аргументы в одну и в другую сторону. Вот чем этот вариант может быть более интересен, чем этот вариант менее интересен, возможности и риски? Смотрите, на самом деле я считаю, что по данному формату объектов это более стабильный спрос, потому что все-таки здесь мы должны понимать, что люди, которые арендуют, это все-таки люди, ну, по ММА оценке более добросовестные плательщики, потому что все-таки пенсионеры, если они получают стабильную пенсию. И здесь в этом формате никто не хочет терять место в таком доме, то есть люди понимают, что, окей, есть договор аренды, если я не буду платить, ну, со мной расторгнут договор и сдадут квартиру другому человеку. И найти новую такую квартиру будет весьма тяжело, поэтому однозначно это более стабильный спрос и однозначно это более, скажем так, стабильный арендный поток. Если же вести речь о Любляне, конечно, в Любляне мы ведем речь в основном о новострое, то есть это самые ликвидные проекты. Естественно, нужно подыскивать объекты, ну, в той ценовой категории, которая сегодня вакантна, то есть по моей оценке эта цена в среднем где-то 3000 евро за квадратный метр. Ну вот, может быть, недвижимость столицы, она будет чуть более ликвидной, по моей оценке, да, то есть потому что все-таки столица есть столица, но все-таки в этом случае мы идем речь о Камнике. Камни, конечно, это пригород Любляна, да, то есть, ну, понятно, что спрос на саму столицу, он всегда будет выше. Но в плане самой доходности я бы сказал, что большой разницы нету, то есть 5% это вот некий такой стандарт по Словении, что такой объект будет вам приносить. Когда мы говорим все-таки о доходности 5%, это чистый, не чистый, вот это то, что человек получает на руки до уплаты каких налогов, вот когда мы говорим о 5%. Ну, смотрите, здесь надо понимать несколько моментов. Пройду параллель. Первая параллель – это жилая недвижимость, 5% – это та окупаемость, которую вы получаете просто из расчета, сколько я потратил, сколько я получаю арендных потоков. Здесь понятно, что очень тяжело прочитать амортизацию недвижимости, потому что все зависит от его непосредственного пользования, да, то есть самой недвижимости. Потому что бывает так, что амортизация составляет 1%, но если квартира будет очень сильно убиваться, она может составить и 4-5%, да, то есть поэтому здесь, конечно, это, буду угадать, будет достаточно тяжело. Если же говорить о коммерческой недвижимости, то, конечно, когда мы говорим там о 5%, то это чистый доход до момента оплаты налога на прибыль, потому что все сделки делаются на компанию. По итогу все зависит от того, по какой системе налогообложения вы работаете. Если вы работаете по упрощенной системе, вы платите всего 4% от оборота, это по аналогии с Россией. Если вы работаете доходы минус расходы, то платится налог 20%, но здесь, опять же, нужно понимать, какие расходы вы отнесете. Если вы трудоустроены в компании, имейте расходы, например, по зарплате, по бухгалтерии и так далее, это все ложится на расходную часть, и тот же самый налог на прибыль, он оптимизируется, да. Поэтому, собственно говоря, я бы сказал так, что если мы считаем, говорим конкретно про недвижимость, то я бы брал бы в расчет, что если вы хотите, чтобы эти чистыми деньги оставались вам, то это будет где-то в районе 3,5-4% то, что вам останется при правильной оптимизации по налогам и по остальным всем моментам. Виктория уже ответила на этот вопрос, но давай все-таки, раз запрос есть, в Словении все, что можно приобрести, можно приобрести на юридическое лицо, то есть если ты не гражданин Евросоюза. В двух словах, чисто технически, как это происходит, какой порядок, буквально пару слов об этом, чтобы, ну, коль уж такой вопрос возник, Александра. Я продолжу, да, я раз уже хочу отвечать. Да, любую недвижимость необходимо приобрести, вернее, возможно приобрести, но после открытия юридического лица. Это не занимает много времени, не занимает очень большой волокиты с документами, то есть из документов, по сути, вам нужен только загранпаспорт и необходимо приехать на несколько дней, то есть в течение нескольких дней можно открыть компанию. Какова цена вопроса, сколько стоит открыть компанию, ну, какие-то батовые расходы? Базовые расходы? Да, я выступаю слово для более подробного, наверное. Прошу прощения, буквально, извините, перебью. Один такой момент, смотрите, непосредственно открытием компании мы, конечно, сами не занимаемся, этим занимаются наши партнеры-адвокаты, да, то есть здесь мы предлагаем следующий момент, что в случае, если вы покупаете через нашу компанию объект свыше 300 тысяч евро, мы открытие компании делаем бесплатно, то есть, по сути дела, мы покрываем расход одного адвоката в этом случае. Если же вы, скажем так, просто работаете с адвокатом и выбираете компанию, этот расход составляет где-то от 500 до 1500 евро. Все зависит от того, какие документы заранее адвокат для вас готовит, потому что бывает, например, так, что клиент говорит, что я хочу, чтобы мне там все заранее подготовили, проверили название компании, выбрали виды деятельности и прочее-прочее. И в этом случае, конечно, там эта стоимость более дорогая, потому что, ну, по сути дела, клиент приезжает, делает одну подпись на бумаге, и у него все готово. Если же клиент готов все-таки провести здесь чуть большее количество времени и, конечно, потратить чуть более усилий, то эта стоимость, естественно, будет ниже. Ну, судя по всему, это, скажем так, то на то, по сути дела, выходит. То есть если вы приезжаете на один на два дня, либо вы остаетесь на три на четыре дня, то есть, ну, где-то в сравнении это где-то от 500 до 1500 евро, если это ведет адвокат. Конечно, клиент может открыть компанию самостоятельно, то есть, в принципе, процесс у них такой сложный, но все равно мы в этом случае советуем обращаться, естественно, к специалистам, которые, в принципе, умеют это делать правильно, скажем так. Да, ну, на физическое лицо, как уже сказали, невозможно, но все-таки вот ты открываешь компанию, понятное дело, что есть люди, которые доки в этом, а есть те, кто не очень понимают. Открыть компанию – это что? Я кто там? Хорошо, я хочу открыть компанию. Я там становлюсь этой компанией генеральный директор, и эта компания становится собственником квартиры в Камнике. Совершенно верно. Собственником и директором компании никого иностранцев занимать сюда не нужно, никого в компании туда устраивать не нужно. То есть, если у вас чистая инвестиционная компания, никаких проблем здесь нету в этом плане. Ты один, собственно, бухгалтер, ты не должен нанимать бухгалтера в эту компанию. Это все идет на аутсорсинге, то есть, ты подписываешь договор с бухгалтерской компанией, которая тебе предоставляет эти услуги. На самом деле, это типовая практика для всей Европы. То есть здесь есть компания, которая предоставляет бухгалтерский учет уже начиная от 50 евро в месяц, потому что если все-таки говорить de jura, если ты занимаешься сдачей недвижимости в аренду и получаешь с этого доход, и ты этим занимаешься профессионально, то ты в любой стране Евросоюза по закону обязан открыть компанию. Потому что те люди, которые рассказывают о том, что а вот вы можете в такой-то стране купить на физлицо и спокойно сдавать в аренду, да, это может быть один объект недвижимости, но как только вы начинаете заниматься этим как ведением деятельности, то есть вот даже я, казалось бы, имея гражданство, грубо говоря, я в сегодняшний момент прихожу к налоговому консультанту и говорю, слушай, а вот я хочу там несколько объектов купить и сдавать как физик в аренду. Он говорит, ты не можешь, я говорю, а почему? Если ты купил квартиру для жизни и потом там не живешь и ее сдаешь, без проблем, ты можешь получить пассивный доход, но если ты купил две квартиры, там, три парковочных метра, два коммерческих объекта, и ты сдаешь это в аренду, то это называется, ты занимаешься бизнесом, по сути дела, да, то есть поэтому у бюра ты должен иметь в этом случае юридическое лицо, ну вот, ты должен платить налоги с этого, потому что, ну, естественно, налоговую в этом плане никогда там лишнюю копейку свою не упустят, да, то есть поэтому, в принципе, ничего страшного в компании, нет, и по факту, если ваша компания работает на упорошеннике и платит 4%, ну, это намного выгоднее, чем иметь на физическом лице, потому что, как физическое лицо, тогда вы обязаны заявить об этом доходе в стране, где вы являетесь налоговым резидентом, то есть если вы, соответственно, например, живете в России, вы должны российскую налоговую об этом уведомить, вы должны часть подоходного налога оплатить в Словении, разницу доплатить в России, то есть это весьма непростой процесс, да, то есть и даже многие люди специально не хотят покупать на физическое лицо для того, чтобы, ну, лишний раз не нужно уведомлять. Конечно, об открытии компании ты тоже должен уведомлять, ну, конкретно про Россию я знаю, то есть там нужно понять образец кик там и прочее, прочее, но все равно этот процесс проще, чем ты будешь декларировать свой доход за рубежом и так далее. Поэтому, ну, это уже такой, знаешь, момент очень детальный именно для проработки нового консультата. Детальный, частный, будет время желания, коллеги, вот контакты компании Future Real Estate в чате есть, всегда можно обратиться. Давай посмотрим теперь, про жилье более-менее поговорили, переходим дальше. Мы много снимали разных, разной коммерческой недвижимости и чаще, ну, обращали внимание на торговые центры большие, но вот здесь конкретное помещение в торговом центре, Вика, тоже давай с тобой начнем в двух словах, что это такое и потом о этом феномене несколько слов скажет наверняка Александр. Вика, пожалуйста. Это действительно очень феноменальный торговый центр, так как его удалось не просто реновировать, сделать полностью новый фасад, но еще и сделать достройку. Все магазины работают и даже во время достройки, вот мы видим вывеску Мана и Тедди, когда там проходили ремонтные работы, супермаркеты и магазины по соседству в соседнем здании, они продолжали работать и вся реконструкция, она не влияла на работу соседних магазинов, то есть все было достаточно быстро и при этом не парализовало работу других соседних арендаторов. Магазин Телемах, он находится внутри, он уже работает. Вика, прости, пару слов, мы на слайде это не отметили, в каком городе он находится просто и в этом месте? Мари-Бар, это город Мари-Бар, он находится недалеко от Австрии и это второй по величине город в Словении. Район, где находится этот торговый центр, называется Пабрезье, это достаточно удачное место, потому что очень много дорог проходит рядом и действительно имеет большой спрос данная локация. Это центр города, это окраина, это выезд, въезд, что с жильем рядом и так далее? Достаточно много жилых зданий, вот здесь не видно, но при желании мы отправим более подробные фотографии и карту, где расположен торговый центр. Это не центр, но вокруг находится много жилых домов, то есть это район жилой и он не на совсем выезде из города, но при этом перемещаясь из одного города в другой, многие дороги проходят именно здесь. Саша, ну тогда давай несколько вот слов о вот этом феномене, помещение в торговом центре, когда ты покупаешь небольшой кусок и вообще откуда здесь ноги растут, откуда берутся такие предложения и как к ним можно относиться? Да, может быть, начну с такого небольшого интермета, по итогу наша компания является не только агентством по недвижимости, мы, собственно говоря, являемся также и девелоперами, да, то есть мы совмещаем с ними несколько функций. И, естественно, многие люди задают вопрос, ребят, ну а если такие хорошие, интересные проекты с новыми договорами аренды, в новых торговых центрах, а зачем их продавать вообще, да? Но здесь ответ очень простой, то есть речь идет о девелопменте, то есть точно так же, как вы можете задать вопрос от девелопера, который строит квартиры, а зачем ты продаешь, если ты так дешево построил, почему ты себе это не оставишь? Такая же логика и здесь, то есть мы работаем, мы поняли, что эта ниша бизнеса, она не очень сильно занята, во-первых, но во-вторых, то, что нужно иностранным инвесторам, это как раз стабильный пассивный доход, где нету большой флюктуации арендаторов, то есть где арендаторы часто не меняются, где есть хорошие длинные договора и также, по сути дела, где ты можешь получать стабильный арендный поток. Конкретно в данном случае, естественно, сама по себе окупаемость, она должна быть именно, прошу прощения, я только на вопрос начал читать, по сути дела, феномен самого проекта заключается в том, что все точки, которые мы предлагаем, это новые объекты, то есть это либо новые, либо обновленные объекты, поэтому у инвестора не возникает вопрос, ага, а вы мне продаете точку, а может быть она не ликвидная, может быть эта точка скоро будет закрываться, поэтому собственник ее хочет продать и так далее, то есть здесь человек видит, что договор аренды, он новый, то есть он заключен либо в этом году, либо в прошлом году он заключен, да, то есть это, я говорю, то есть о большинстве объектов, понятно, что есть исключения также из правил, но суть заключается в том, что все расходы на себе несет арендатор, включая налог на недвижимость, страховку объекта, коммунальные платежи, техническое содержание объекта недвижимости и так далее, и плюс, что немаловажно, под этот объект ты можешь также получить банковское финансирование, что является еще одним подтверждением для клиента того, что объект ликвидный, потому что в обратном случае, согласитесь, под иностранную компанию местный банк никогда бы кредит бы не дал бы, да, то есть поэтому в этом случае, может быть, является феномен не только такого формата объектов, то есть это формат объектов, это чисто типовой австрийский-немецкий, то есть если те люди, те люди, кто бывал в Германии, в Австрии, они видели, что много магазинов, это Альди, это Хофер, это продуктовый ритейл, Кик, Тедди, ДМ, дроггери-магазин, то есть это потом обувные магазины формата там CCC и так далее, то есть Дайхман, то есть по сути дела это, большинство, это арендаторы иностранной компании, также есть ряд местных компаний, которые это арендуют, но здесь вот из всех объектов, что мы отслеживали, то есть это офисная недвижимость, жила недвижимости и так далее, это появился такой, скажем так, наиболее стабильный формат инвестирования, да, то есть... Несколько слов, давай тогда вернемся именно к этому объекту, значит, смотри, небольшая цена просто потому, что площадь магазина невелика, и это маленький магазинчик, то есть здесь, по сути дела, мы ведем речь о том, что, например, когда мы развиваем такого рода объект, у нас возникает всегда две возможные стратегии. Первая стратегия – продать центр целиком, ну, естественно, вот, например, конкретно в данном случае речь шла, если мы ведем речь о продаже целого центра, то цена была бы свыше 5 миллионов, потому что большой магазин с продуктовым ритейлером, с магазином одежды, сельхозмагазином и так далее, но когда мы аккумулируем достаточно спрос, и мы видим, ага, у нас есть 3-4 человека, которые стоят на стендбай и ждут такого формата объектов, потому что таких объектов не так много, да, то есть такие объекты у нас приходят, они достаточно часто уходят, ну, вот, и, по сути дела, когда мы видим, что спрос аккумулирован, то просто-напросто мы принимаем решение, «Хорошо, давайте вот этот объект мы отдельно вписываем в подземельную книгу, то есть каждое помещение, оно вписано отдельно, вы покупаете конкретное помещение в конкретном магазине с конкретным действующим договором аренды, вся документация вам заранее предоставлена, то есть разрешение на вот эксплуатацию, разрешение на строительство, договор с арендатором, то есть все документы есть заранее. Объекты подземельной книгой все чистое, и, по сути дела, вы можете купить, как целый центр, получив, естественно, более высокую доходность, так можете купить и одно небольшое помещение, вот это помещение, наверное, такое самое маленькое, которое у нас есть, да, то есть оно, с одной стороны, такое достаточно востребованное, с другой стороны, ну, по нему цена такая тоже, конечно, не кокусающаяся, но, с другой стороны, если вы хотите получить объект с хорошим арендатором, новое, потому что в этом случае арендатор – это компания «Телемах», которая является на подобие МТС, «Мегафон», то есть вот такого формата небольшой магазинчик, то, конечно, ну, чем меньше объект, чем меньше инвестиция, тем контакт дороже цена на квадратный метр, и тем ниже сама окупаемость по себе. Риски какие здесь есть? Смотрите, относительно самих рисков, ну, вот, может быть, давайте приведу параллель, касаем, вот, я тоже заметил несколько вопросов, было связано с коронавирусом, а как доход, например, влияет конкретно, вот сейчас вот сложилась ситуация с коронавирусом, как это могло повлиять на сам объект, на саму доходность, да, то есть конкретно приведу пример, что на сегодняшний момент, скажем так, никаких законных оснований для неоплаты аренды нет, естественно, мы со многими компаниями, так как мы работаем долгосрочно, мы пошли на уступку, то есть мы дали отсрочку платежа на определенный период времени, это не дисконт, это отсрочка платежа, государство в этом случае выделять будет до 70% от аренды пата, будет закрывать государство, то есть это сделано для поддержки малого и среднего бизнеса в этом плане, ну вот, и, скажем так, по моей оценке риск здесь может быть только один, это если арендатор съедет через определенный период времени, то есть, например, у нас в большинстве своем договора имеют срок действия 5, 7, 10, 15 лет, но есть, например, договора, которые заключены там, например, на год, на два, на три, и, естественно, потенциальный риск, конечно, это то, что арендатор съедет, и вы не найдете нового, но здесь надо сходить из трех обязательных пунктов. Первое – это ставка аренды, потому что вы можете заметить, что у нас более-менее по всем объектам ставка, она одинаковая, то есть в районе 10 евро за квадратный метр – это средняя цена, да, например. Ну вот, это цена покупки квадратного метра, ну и, соответственно, сама длительность договора, да, по себе. Других каких-то больших рисков я в этом формате, скажу тебе честно, Филипп, не вижу, ну, может быть, это банкротство компании-арендатора, да, то есть, но здесь, опять же, мы всегда предоставляем оценку, то есть у нас есть доступ к кредитным рейтингам арендаторов, то есть вы получаете оценку по арендатору, то есть кто он, что он и так далее. И второй момент, который немаловажный – большинство договоров мы стараемся заключать в формате нотариального договора. Нотариальный договор имеет прямую силу, то есть если арендатор не платит, вы можете напрямую заблокировать счет арендатора без судебных разбирательств, и только потом начинается судебное разбирательство. То есть это, ну, такой весьма сильный механизм защиты, то есть он еще остался со времен Югославии, поэтому, ну, многие европейские страны уже отказываются от этого механизма, потому что, ну, он весьма негуманный для арендатора, да, потому что, ну, он тебе не заплатил, ты ему счет заблокировал, и дальше только начинается разбирательство. Конкретно, например, в случае Телемаха, конечно, такой договор тоже мы заключили в нотариальной форме, поэтому это является еще одним таким механизмом, который будет защищать вас как арендодателя. Перед тем, как перейти к следующему объекту, Виктория или Александр просто спрашивают несколько раз нас по поводу объектов в районе Краинской горы, что-то вы сейчас можете порекомендовать, какие-то предложения, ну, наверное, тут правильно... Я предлагаю написать нам на почту или связаться... У вас есть предложение, что это может быть? Мы подберем, да, то есть я подробнее уточню, какие запросы, и мы сделаем подборку. Да, пожалуйста, напишите нам. Здесь, извините, у меня дурная очень привычка иногда перебивать людей, просто когда, знаете, хочется что-то высказать, просто Краинская игра, на самом деле, у меня такая одна из самых любимых мест Словении, я очень часто там бываю, и на сегодняшний момент это, кстати, весьма востребованная точка, то есть у нас сейчас есть порядка пяти запросов от арендаторов, которые ищут там точки для магазинов, конечно, все зависит от бюджета покупки, да, потому что, конечно, если мы ведем речь о... Может быть, Филипп, здесь очень небольшой интервенция, с кем мы работаем, да, то есть если мы ведем речь, например, о крупных международных сетевиках, конечно, продуктовые магазины, это площади начинаются, ну, от тысячи квадратных метров, да, то есть это мы говорим о хороших магазинах. Магазин а-ля Кик Тедди – это магазин для дома, магазин одежды, то есть это конкретно компания Пепко, это крупный сетевик магазин по одежды. Конечно, у них формат магазинов там от 500 квадратных метров и выше. Есть помещения, магазинчики поменьше, но туда, конечно, уже местные компании сетевые арендаторы. Конкретно если берете по Каранскую гору, конечно, формат больших магазинов там весьма-весьма тяжело найти, потому что это горнолыжный курорт, это весьма востребованная вакантная точка. То есть что можно предложить в Каранской горе? Можно предложить, а, это апартаменты под краткосрочную сдачу, то есть это посуточная сдача, это может быть долгосрочная сдача. Такие объекты есть в Каранской горе. Средняя цена Каранской горы на квадратный метр порядка. Если мы говорим, опять же, о новых апартаментах, то цена, конечно, чуть подешевле, чем в Любляне, но все равно держит достаточно высоко. То есть это где-то в среднем там 2500 евро за квадратный метр. Мы сейчас также активно ищем торговые площади, торговые магазины. Если, опять же, брать магазин в проходной топовой зоне, то, конечно, это основной магазинчик формата где-то 50 квадратных метров. И цена, конечно, за квадратный метр там тоже идет от 2000 евро как минимум. То есть поэтому Каранская гора, она востребована. Именно чтобы был какой-то на сегодняшний момент конкретный магазин, который мы продавали, там сейчас нету. Но когда у нас есть запрос от клиента, мы под него это можем поискать, найти. Поэтому здесь, как правильно сказала Виктория, оставляйте запрос, мы поищем, предложим, поэтому здесь однозначно. Но чтобы именно было востребовано и топовый объект, магазины пока нету. Апартаменты, они есть, их можно предложить без проблем. Окей. Давай тогда идем дальше. Значит, небольшое помещение и такая история, вот она есть. Смотрим следующий объект, говорим о нем. Торговое помещение, здесь уже цена, по сути, в 10 раз больше, но и площадь объекта больше, значит, сколько? 460. 460 квадратных метров, да. Да, Вика, то же самое, в двух словах, что такое лютомер, и, соответственно, потом Саша в общем уже об этом объекте. Пожалуйста. Я бы еще хотела, перед тем, как я продолжу, у нас есть еще вопрос. Может быть, вкратце мы ответим устно, потому что тут в двух словах не написать, почему именно словение. Хочешь сейчас ответить? Давай так. Да, давайте, ребят, почему словение, ответим, может быть, чуть-чуть ближе к концу, просто потому что как итог такой, в чем, собственно, принципиальная история словения. Давайте, если не возражаете. Накадим, кажется, вы задали этот вопрос. Чуть-чуть подождите, в качестве итога подведем, какие здесь... Я запущу специальный вопрос, чтобы не забыть, поэтому... Да, да, я еще напомню. Вик, давай, пожалуйста. В чем прелесть данного объекта? Это магазин с крупным арендатором из немецкой сети магазинов товаров для дома. Договор уже подписан и действует он до 2025 года. Центр данный находится рядом с такими торговыми центрами, как Шпар и Лидл. То есть это уже обеспечивает очень большой приток покупателей. Всего в торговом центре три магазина, и по соседству с данным арендатором находится еще Пепка и Кик. Соседство более чем удачное, я считаю. Саша, тогда к тебе вопрос. Ну, цена и какова судьба, и почему продается? Потому что, ну, объект явно... Ну, он относительно новый, но все равно не совсем новый. Смотри, Филипп, если говорить конкретно про этот объект, этим объектом как раз занималась наша компания изначально. Мы этот проект развивали. То есть был изначально построен магазин Кик, который, по сути дела, уже действовал некоторое время. То есть Кик был доволен... Кик 8 лет где-то присидел на этой точке. После чего мы сделали достройку этого объекта, куда посадили компанию Пепка, компанию Тедди. То есть, по сути дела, Тедди находится в новой части здания уже. Ну вот, и, по сути дела, если говорить, например, о феномене такого, таких объектов, это вот, как я говорил, это немецкая-стрийская концерт, называется Fahhmach-центр, то есть торговый центр, который не имеет сервитутных зон. То есть, если вы видите, на картинке нарисован отдельный вход Пепка, отдельный вход Тедди, отдельный вход Кик. Это весьма популярно в Германии. То есть человек приехал, обязательно на наличие большой парковки, потому что на 2 миллиона населения в Словении порядка, по-моему, полтора миллиона автомобилей. Словения официально зарегистрирована, поэтому в Словении очень любят передвигаться на автомобилях. Не смотрите на картинку, здесь автомобилей нет, просто мы по закону не имеем права фотографировать объекты, когда там есть люди, когда есть автомобили, поэтому это была съемка сделана в воскресный день, когда объект был закрыт, да, то есть поэтому, собственно говоря, на картинке нет фотографий. Но, как правильно, Виктория сказала, что объект находится в хорошей торговой зоне, то есть рядышком находится магазин Biddle, магазин Spar, что уже генерит и создает некую торговую зону. То есть, когда мы ведем речь о небольшом городе, то есть всегда есть некая единая торговая зона, куда садятся практически все сетевые магазины. То есть, например, в случае, когда мы смотрели магазин в Марьбере, там торговая зона формируется в районе города. То есть есть район города, куда садятся все магазины на одну, на один пятачок, скажем так. То же самое здесь. В городе Лютомире, то есть это, можно так сказать, не самый богатый город Словении, но, опять же, мы работаем в основном в сегменте недорогого ритейла. То есть это бюджетные магазины, и, конечно, лучший оборот они показывают именно не в самых богатых районных регионах страны. То есть, например, магазин в том же Лютомире, он будет делать не намного меньше оборота в Лютомире, чем он будет делать в Любляне, например. Потому что все-таки в небольшом городе всегда ассортимент продукции намного меньше. Ну вот. И, естественно, все такие торговые зоны, они строятся как минимум гравитируют 10-15 тысяч человек, поэтому они строятся на эту зону. То есть точку, на которой сидят такие сетевики, они порядка полугода разрабатывают эту точку. То есть это на самом деле не шутка. То есть, например, одно такое подписание договора у нас занимает порядка половины года. То есть 6 месяцев мы занимаем, чтобы с компанией, например, Тедди заключить договор, потому что договор подписывают немцы, эту точку разрабатывают немцы, они эту точку презентуют. И на самом деле, ну, скажем так, это такой весьма осознанный подход. То есть это не просто там, а вот давайте, вот у нас есть точка, садитесь. они говорят, да, давайте мы сядем, то есть эта разработка достаточно непростая в этом плане. Смотри, но тут есть такой вопрос, такое опасение. Если мы говорим о текущей ситуации, вот с продовольственными магазинами более-менее понятно, и существует такая общемировая тенденция, что все продовольственные магазины, они так или иначе выживут более-менее. А вот что делать с магазинами, вот тот же самый Тедди или Кик, это магазины, во-первых, они дискаунтеры, что всегда кажется, дискаунтер не самый лучший арендатор. И второй момент, а что будет происходить через несколько лет, не уйдут ли такие магазины в онлайн, какие здесь есть риски. То есть, что мы говорим, продовольственные арендаторы, а вот не продовольственные. Вика, откричи, пожалуйста, на микрофон, а то слышно, как ты чатаешь. Да, смотрите, на самом деле, отвечу по порядку, Филипп, смотри. И, значит, первый момент, как раз вот когда эта ситуация с коронавирусом произошла, у меня тоже были мысли, и я общался с директором компании Тедди, который отвечает за регион балканский, да, и я у него спросил, говорю, а почему вы не уходите в онлайн-продажу? То есть, я говорю, почему вы не создаете свой онлайн-магазин, не уходите на площадку? Он сказал, смотри, у нас 90% покупок – это покупки, которые люди, по сути дела, делают неосмысленно. То есть, те вещи, которые продаются, например, в магазине Тедди на сегодняшний момент, это в основном покупка, ну, вот приведу пример. Я вот в прошлый раз зашел тоже в магазин с клиентом, как раз в Мариборе, мы смотрели этот магазин Тедди. Мы зашли, и вы не поверите, нас было три человека, и каждый что-то купил, причем мы заходили без идеи что-то либо покупать. По сути дела, мы зашли просто посмотреть сам магазин. То есть, начиная там от, не знаю, там, за 2 евро продавалось 20 батареек пальчиковых, я вспомню, мне их нужно домой купить. Клиент вспомнил, что ему домой нужно купить там ножницы, у него их нету, да, то есть в славянской квартире и так далее, и так далее. Поэтому, по сути дела, опять же, это магазины, где, например, тот же магазин Тедди, то есть там большинство товаров продается там по 50 центов по 1 евро, и все равно Европа, она не настолько современна, как в этом плане, конечно, современна Америка, Китай, Россия, где все-таки онлайн покупки составляют на сегодняшний момент, ну, достаточно большой процент от всех продаж. У славянцев, у европейцев до сих пор существует это удовольствие побегать по магазинам, что-то купить и так далее. Поэтому здесь, например, не магазин Кик, магазин одежды, не магазин Пепка, они даже не имеют практически ни один из них онлайн-магазинов, потому что большинство покупок – это, ну, человек пришел, увидел, зашел, взял, купил и так далее. Поэтому я думаю, что такая тенденция сохранится, ну, как минимум на ближайших там 10, 15, 20 лет, да, то есть понятно, что какие-то более дорогие магазины, магазины бытовой техники, магазины более дорогой одежды, они будут уходить в онлайн, это однозначно, но все-таки такие дисконтовые магазины, то есть, опять же, вот ты сказал, Филипп, что там звучит не очень красиво дисконтер, да, то есть я могу сказать так, что магазин Киктедди, они по Европе делают обороты 10 миллиардов евро. То есть, в принципе, эта компания, если вы сравните по оборотам, ну, они обогнали H&M, то есть, вот, например, вот этот формат магазинов, то есть, например, тот же самый H&M, Zara, они уже уходят, потому что они, конечно, однозначно более дорогие магазины по сравнению с теми же самыми Киками и так далее, но шьют они по сути дела на тех же заводах, да, то есть поэтому на сегодняшний момент, ну, вот просто Кик, Пепка и так далее, они заняли самую дешевую рыночную нишу, они, вот то, что это, опять же, может быть, еще один такой факт интересный, они укропняют свои магазины, то есть, например, если магазин Тедди раньше садился на площади 400-500 квадратных метров, то сегодня они садятся на площади 800-900 тысяч квадратных метров, выходят новые сетевые магазины, да, то есть, поэтому здесь, скажем так, все, наоборот, идет в фазу развития, нежели, наоборот, в фазу закрытия такого формата магазина. Окей, перед тем, как перейдем к следующему магазину, к следующему предложению, к следующей идее, вопрос от нашей зрительницы, продаете ли вы складскую недвижимость, и что вообще про складскую недвижимость ты можешь сказать, пока этого вопроса еще в рамках сегодняшнего вебинара мы не касались. Складская недвижимость имеется, опять же, мы стараемся предлагать нашим клиентам, то есть здесь есть две потребности. Если человек рассматривает эту недвижимость как пассивный доход, однозначно я предлагаю рассматривать складскую недвижимость именно в форматах уже каких-то больших действующих складских хабов, да, то есть, например, в Словении есть порядка 4-5 крупных зон, то есть, которые, где в основном базируются все складские помещения, и, по сути дела, там также есть возможность купить складское помещение там от 100 квадратных метров и более того, да, то есть, ну, для любляна, конечно, есть им более маленького формата, но все вакантные площади столицы начинаются хотя бы там от 300-400 квадратных метров, скажем так, да. Доходность по складской недвижимости, опять же, весьма зависит от арендатора является вашим, вот, например, у нас сейчас есть запрос от одной очень крупной европейской компании, которые хотят, чтобы под них инвестор построил площадь порядка 15 тысяч квадратных метров складского помещения, то есть там, мы считываем доходность, получается там более 8% покупаемости, но там сумма инвестирования будет достаточно большая, да, то есть, поэтому здесь складская недвижимость имеется, здесь нужно понимать, какой формат складской недвижимости вам нужен, потому что есть складские помещения под фармбизнес, есть складские помещения обогреваемые, не обогреваемые и так далее, поэтому здесь, скажем так, в общем, что да, такие проекты складской недвижимости есть, он вакант, он востребован, но я бы не сказал, что именно каким-то очень большим спросом он пользуется, потому что в основном, конечно, по складской недвижимости мы работаем с крупными инвесторами, то есть, которые там хотят строить, ну, как минимум, там, от, там, складские подплощки от 10 тысяч квадратных метров и более под каких-то уже крупных сетевиков, то есть вот в таком формате. Окей, давай смотреть дальше. Следующий наш пример. Так, это мы смотрели, это мы смотрели. Ну, и осталось вот это. Вот то, что оффер, то, что мы анонсировали перед началом. Несколько слов тогда вот об этом проекте. Да, здесь речь идет опять же также о городе Марбер. Может быть, здесь еще, извините, немножко, ну, прыгаем с темы на тему, потому что, опять же, я не знаю, насколько каждый слушатель наш вовлечен, скажем так, в эту тематику. То есть обязательно советую посмотреть тоже те видео, которые мы снимали с Прианом. То есть вот мы сейчас анонсируем тоже новый проект, который совместный. Будем выкупать. Сточку на видеопроект скиньте тогда, пожалуйста, как раз в чат. Вопрос заключается в чем, что на сегодняшний момент есть также актуальность помещений. Вот некоторые кметы спрашивают. Хорошо, говорят, а если я не хочу рисковать только с ритейлом, я хочу диверсифицировать свои риски. Вот для такого клиента мы можем предложить вот такой формат объектов. Опять же, объекты продаются, поэтому всегда под клиентом мы можем найти объект, но у нас все объекты очень похожи друг на друга, потому что мы работаем в этом сегменте. Конкретно в этом случае речь идет тоже о городе Марибере. Речь идет о отдельно стоящем здании, порядка 400 квадратных метров. Он находится на трех этажах. Арендаторы на два этажа являются компанией Konica Minolta. Это японская компания-производитель принтеров. То есть это является и центром продаж, и сервисным центром, потому что очень много сегментов они обслуживают именно бизнес-то-бизнес. То есть поэтому здесь находится центр по продажам. Плюс весь подвальный этаж – это, по сути дела, сервисная часть, потому что в Словении очень популярна сдача принтеров в аренду. Это тоже один из их бизнесов, скажем так. Когда речь о втором этаже идет, то здесь является арендатором офисное помещение, то есть офисная компания. То есть это типовая европейская компания, которая является арендатором. И плюс третий арендатор – это, как видно на правой картинке, интернорм – это рекламные плакаты. С обоих сторон объекта недвижимости находятся рекламные плакаты, потому что объект находится в достаточно такой проходной точке. Поэтому, по сути дела, у вас есть три источника аренды. То есть это реклама, это арендатор Konica Minolta, по сути дела, это ритейловая компания, которая находится на первом этаже. И второй этаж – это офисная недвижимость. Поэтому, в принципе, здесь часть клиентов может диверсифицировать свои риски. В чем именно актуальность офера заключается? Что на сегодняшний момент договора по данному объекту истекают. Сейчас мы ведем переговоры с арендаторами о продлении. То есть, например, с Konica Minolta мы ведем речь о том, что продлится хотя бы на пять лет. С офисной недвижимость, конечно, типовая практика – это два до три года договор, что заключается. И предложение от собственника таково, что пока договора не продлены, он готов дать такую стоимость. Как только договора аренды будут продлены, потому что продление будет совершено где-то месяц в сентябре как раз, то, конечно, цена вернется к своей базовой, то есть это будет цена на 450 тысяч. С тем, что мы как риэлторы, потому что в этом случае мы вступаем не как собственника, а как риэлторы, мы готовы для нашего клиента взять на себя обязательство, что мы продлим эти договора, то есть до момента совершения сделки. То есть, по сути дела, объект продается с действующими договорами аренды, мы параллельно ведем переговоры от вашего имени, чтобы эти договора пролонгировать, и на момент, когда договора пролонгированы, вы выкупаете данный объект. По сути дела, если говорить о окупаемости, то окупаемость на этом объекте составит порядка 7%. То есть, конечно, это большая весомая разница между ритейлом чистым, который дает 5-6%, и вот таким объектом, который дает порядка 7% окупаемости. Вопрос, какая сейчас доходность по этому проекту, и 400 тысяч – это стоимость всего здания? Это стоимость всего здания. Это стоимость всего здания с тем, что под этот объект вы можете получить кредит на сумму порядка 225 тысяч евро. Я тебя попрошу, Филипп, также сегодня, может быть, немножко времени уделить также кредитам, потому что это очень важный аспект для клиентов, потому что за счет кредитного плеча вы можете увеличить доходность, потому что ставки по кредитам в Словении не превышают 3%, то есть от 2 до 3%. Ты не забегай вперед, спрошу я тебя про кредиты, давай тогда… Смотри, вот все-таки еще тогда момент, вот смотри, помещение, ты говоришь, что здесь есть арендатор главный, вот продажи приток, а теперь предположим, что все-таки не удалось договориться, и съезжает этот арендатор. Все-таки помещение довольно специфическое. Условно говоря, никакой там магазин сюда не въедет. Кто из арендаторов может быть здесь, ну, более-менее реально… Филипп, приведу пример, смотри. До этого, ну, этот объект мы ведем достаточно давно уже для собственника, который, то есть, по сути дела, мы сажали сюда всех этих арендаторов. Момент следующий. До этого здесь сидела компания Интернорм, которая была заинтересована, которая сидела, платила аренду. К нам пришла компания Кони Каминольта. У нас как раз истекал договор с Интернормом, и Кони Каминольта предложила более вакантные условия. Поэтому, по сути дела, компанию Интернорм оттуда убрали, посадили компанию Кони Каминольта. Для компании Интернорм нашли другую точку, которую мы сдали в аренду. На сегодняшний момент такое помещение может быть актуально для трех сегментов арендаторов. Первый сегмент – это компании, которые работают в сегменте продаж окон, дверей, компании по принтерам. То есть, в принципе, здесь нужно понимать так, что отдельный вход имеется. Имеется отдельный вход в подвальный этаж, где вы можете загружать, выгружать оборудование ваше. Поэтому, в принципе, сюда может также спокойно сесть на аренду страховая компания. То есть, это те арендаторы, которым не столько важна именно фреквентная точка, то, что это была очень супер проходимая, но которым важно, чтобы точка была видима. То есть, когда вы подъезжаете, даете адрес, вы подъезжаете, и это не какой-то офисный центр, где вы не можете найти компанию. То есть, например, у нас просто приходила компания Керхер, например, которая тоже хотела сюда съесть, открыть свой центр по продажам. Потому что, опять же, этот магазин, он не находится на отшибе. С одной стороны находится автосалон Рено, с другой стороны находится продуктовый магазин, поэтому все равно точка расположения, она достаточно вакантная. Ну вот, поэтому, в принципе, сегмент арендаторов в потенциале, он достаточно большой. Но анонсируя, что с компанией Konica Minolta мы уже достигли соглашения, что они хотят здесь остаться, потому что найти другое помещение с такой спецификой, как и у них, будет им тяжело, потому что здесь специально для них собственник делал отдельный заезд за домом с бетонным склоном, по которому они могут вести свое оборудование, принтеры, потому что один такой принтер весит как минимум пару сотен килограмм. Поэтому в этом плане они, наоборот, двумя руками за продление договора. Ну и здесь я считаю, что рисков того, что они не продлятся, их нету. И мы, опять же, готовы прогарантировать покупателю, что если продления договоров не будет, то он этот объект может просто-напросто не купить. Да, то есть, поэтому... Саша, тогда такой вопрос. Вот ты сейчас сказал, оговорился, что собственнику пришлось в свое время под Konica Minolta делать съезд. Да. Вот насколько это повлияло на доходность? Если он изначально, покупая, понимал, что некие изменения в проекте потребуются... Филипп, смотри. Ну, во-первых, стоимость продажи он уже учел эту инвестицию. И, опять же, если вы посмотрите на цену покупки квадратного метра, она не такая большая. То есть, по сути дела, вы покупаете по 1000 евро квадратный метр. То есть, это небольшая цена, учитывая то, что постройка нового здания сегодня займет тоже порядка 1000 евро за квадратный метр без покупки земли. Понятно, конечно, что это не новый объект, он уже немножко самортизированный. Хотя в прошлом году была обновлена крыша объекта, была заменена проводка в объекте. То есть, объект, он находится в хорошем состоянии. И техническую экспертизу по объекту мы также предоставляем. То есть, это может быть тоже один из плюсов работы сотрудничества с нами, что мы для вас предоставляем максимальную всю документацию, начиная от оценки до технической экспертизы на объект на сам. Такой может быть один момент, что когда сидела компания InterNorm, ранее, которой не нужно было этот склон иметь, они платили меньшую аренду. Но пришла компания Konica Minota, которая сказала, «Ребята, мы готовы дать вам больше, но, пожалуйста, адаптируйте нам вот это, вот это, вот это». И просто-напросто собственник рассчитал, что «Окей, я потрачу на это, например, 10 тысяч евро, и он понимает, что за 4 года он эту инвестицию отобьет, и дальше он будет получать повышенный арендный поток уже на протяжении следующих 15 лет, например». Поэтому, в принципе, всегда любая инвестиция в помещение, она должна отбиваться где-то за 5 лет. То есть это наша оценка, что, например, если по желанию арендатора что-то меняется в помещении, улучшается, адаптируется и так далее, то это где-то за 5 лет должно отбиваться. И, может быть, возвращаясь к вопросу расхода содержания на имущество, приведу пример, что в данном случае техническое содержание объекта недвижимости несет на себе арендатор. Налог на недвижимость также оплачивается арендатором, потому что в Словении как такового налога на недвижимость нет, в Словении есть налог на застроенную землю, и он называется, по сути дела, налогом на использование недвижимости. Поэтому, по сути дела, вы на себе несете только инвестиционное содержание, то есть, например, при стечении 15 лет нужно обновить крышу. Это, конечно, ваш расход. Если нужно заменить общую электропроводку на объекте, это ваш расход. Но здесь, по сути дела, на этом объекте уже в прошлом году многие адаптационные работы были проведены, и здесь уже на ближайший период 5-10 лет я не думаю, что понадобятся какие-либо большие дополнительные расходы. Сразу тогда вопрос, занимаетесь ли вы ремонтными работами? Смотрите, мы, конечно, не мастера на все руки, потому что здесь все-таки специфика Европы заключается в том, что больше того мастера, который умеет делать все, то есть здесь у нас есть партнеры, с которыми мы работаем. То есть в том числе мы предоставляем услуги и по управлению недвижимостью. Конкретно в данном объекте есть также управляющая компания техническая. То есть здесь нужно понимать, что есть техническая управляющая компания, есть коммерческая управляющая компания техническая, ее оплачивают арендаторы, и она занимается техническим содержанием. Например, прорвало трубу, занято техническую управляющую компанию, она приезжает, она решает все вопросы. Например, страхование объекта недвижимости, то есть этим всем занимается техническая управляющая компания. Это оплачивается арендатором. То есть к этому расходу вы никаких отношений не имеете. Если мы ведем речь о, например, в данном случае, например, коммерческом управлении, то есть вы хотите, чтобы мы вели переговоры с арендаторами, мы вели сам объект, мы доделали перед вами отчеты и так далее, то обычно такое управление составляет до 10% вторинных потоков. Все зависит от того, какие потребности у вас есть. То есть если это просто, например, решение каких-то технических вопросов с арендаторами, которые возникают, то это управление может составлять порядка 3% вторинных потоков. Если же вы хотите, чтобы мы несли ответственность за своевременное поступление аренды, чтобы мы выполняли также часть, по сути дела, бухгалтерской работы какой-то, то есть и так далее, и так далее, то это управление может доходить до 10%, но это, я думаю, по всему миру есть и в России такие компании, и на Украине, и в Словении, и в Германии, и в Австрии. То есть, по сути дела, Виктория вам направит прайс-лист, то есть это компания, с которой мы работаем по управлению, ну вот, и здесь никаких проблем не возникает, скажем так, да, то есть поэтому все исходит из потребности человека, но такие возможности, слух и слух такой тоже есть, поэтому... Александр, думаю, что тогда будет просто, ну, правильно, связаться, ну, контакты есть, вот здесь перед вами они в чате есть, поэтому можно будет всегда связаться с компанией. Ну и давай уже переходим к последнему предложению, то есть последним объектом в этой части, который тоже иллюстрирует совершенно уже иной масштаб инвестиций и возможностей. Вика, несколько слов о Словенской Быстрице. Словенская Быстрица находится у нас недалеко от города Марьбара, о котором мы уже говорили сегодня. В чем здесь преимущество? Не отходя от недавней темы, здесь тоже был сделан капитальный ремонт здания в 2016 году, то есть это опять же говорит о том, что в ближайшее время никаких затрат на ремонтные работы не предвидится. Здесь еще преимущество в том, что все коммунальные платежи и земельный налог оплачивает арендатор. Огромная торговая зона, рядом очень удачные другие арендаторы-соседи, парковка более чем на 100 машин, по-моему, даже больше, чем 150. И с ПЭПКО заключен договор до 2023 года. Ну, то есть, а когда он был заключен, сколько он уже здесь сидит, компания? В компании, да, два года назад они сели. То есть на пять лет был заключен договор? Договор был заключен на 5 плюс 5 плюс 5, то есть типовая практика заключения таких договоров, то есть, например, заключается договор на 5 плюс 5 плюс 5, то есть, по сути дела, договор он 15-летний, но мы называем его пятилетним, потому что по стечению пяти лет арендатор имеет право отказаться и съехать сразу. Ну, естественно, он должен уведомить от 6 до 12 месяцев, да, то есть, по сути дела. Если он этого не делает, то есть он не уведомляет о том, что он съезжает, договор автоматически пролонгируется еще на 5 лет, и последующих 5 лет он уже опять не может съехать. То есть, по сути дела, у вас на руках имеется, ну, например, в конкретном случае у вас имеется 13-летний договор, где арендатор первый раз может отказаться через 3 года, потом через 5 лет, ну, по сути дела, с двумя опционами выхода из него, да, то есть, но все равно, по сути дела, это лучше, чем иметь договор со сроком отказа 3 месяца, потому что, ну, тогда арендатор в любой момент может отказаться со сроком отказа 3 месяца, да, то есть. Скажи, пожалуйста, ну, вот ты привел пример, Виктория как раз сказала, вот договор трехлетний, договор пятилетний, как, вот, что делается вот через год, через два, как будут пересматриваться условия через 3 года? Да, ну, опять же, сейчас не самая простая ситуация, дай бог, чтобы коронавирус никого не затронул так глобально, да, но все равно через 3 года надо продлеваться. От каких параметров здесь будут зависеть это вот изменение? На самом деле здесь нужно понимать один момент, что арендные ставки, они весьма-весьма-весьма выгодные, весьма рыночные, то есть средняя ставка по аренде это 10 евро за квадратный метр за полностью обновленный магазин с полной инженерной составляющей, то есть рекуперация воздуха, охлаждение, отопление, то есть мы ведем речь сейчас о том, что, ну, 10 евро на самом деле это не такая высокая ставка. Я предполагаю, что в случае, если у вас была очень завышенная аренда, то есть там 15 евро, 17 евро, 20 евро, на таких точках арендаторы, конечно, могут по истечении такого периода начать вести переговоры, но что нужно понимать? На многие точки всегда имеется 2-3 компании, которые конкуренты, поэтому любой магазин побоится терять такую точку, потому что в договоре не прописан опцион, а мы продлимся, если снизить аренду, то есть он должен либо продлиться, то есть уведомить, что он съезжает, либо договор продляется, то есть договор не дает тебе возможность проводить торги и снижать данную ставку, например, да, то есть, ну вот я проведу пример, у меня был, наверное, на всем моем опыте только там 1-2 примера, когда, например, арендатор сказал, говорит, слушайте, говорит, ну, а вы могли бы там чуть-чуть аренду снизить, а мы бы вам продлили бы договор не на 5 лет, а на 10 лет, например. Мы сказали, ребят, у нас есть другой альтернативный арендатор, потому что всегда мы их держим на прицеле 2-3 компании. Мы говорим, давайте так, не вопрос, давайте мы договоримся, расторгнем договор, поставим другого арендатора. Нет, мы останемся, все в порядке. Здесь специфика этих магазинов заключается в том, что это не офисы, где арендатор в любой момент придет и скажет, ребят, у меня срок отказа 3 месяца, либо снижать аренду, либо я съеду. То есть здесь, даже несмотря на сложившуюся ситуацию с коронавирусом, ни один из арендаторов, по закону, когда ты выставляешь счет за аренду, если ты с ним не согласен, ты должен написать отказную от счета по аренде, потому что ты говоришь, что ссылайся на какой-то пункт договора, я не буду его платить. То есть у нас ни по данному случаю такого не было, потому что просто законного основания на неуплату нет. Конечно, они обращаются к собственнику, они говорят, ребят, ну сложившаяся ситуация с вирусом, вы все понимаете, дайте, пожалуйста, осрочку. То есть и с каждым мы индивидуально прорабатываем эти вопросы, договариваемся. Но не было ни одного примера, чтобы кто-то в наглую сказал, ребята, а вот ситуация с коронавирусом, я не буду платить. То есть это Европа, и здесь все прописано документально. Особенно, когда у тебя договор аренды в нотариальной форме, но по сути дела он тебе не заплатил, ты ему заблокировал счет, и этого, конечно, тоже многие боятся, потому что это очень сильные репутационные потери для любого арендатора, что если у него компания хоть раз была заблокирована, ты приходишь в любой сетевой центр, где ты хочешь арендовать площадь, они это видят, и с тобой же никто не хочет работать. Поэтому здесь, конечно, все не так легко и просто, что арендатор пришел, отказался и попросил снижения аренды. То есть поэтому я считаю, что просадки по ставкам по аренде быть не должно, только может быть по объектам, где очень заводченная аренда, это возможно может быть. Ты уже отвечал в самом начале на вопросы об офисах, но у нас, видишь, параллельно ведется трансляция в Фейсбуке, и приветствую заодно всех слушателей, мы их вот тут не видим, мы их видим, вернее они нас видят. Поступил вопрос, как у владельцев офисов в Словении сохраняется доход, если все перешли на удаленную работу и не нуждаются в аренде. Еще раз давай повторим, что ты говорил про офисы. Смотрите, по офисной недвижимости, первое, это срочность заключенного договора. То есть, по сути дела, если у вас договор без возможности отказа, вы отказаться от аренды не имеете права. Конкретно в данном случае также наша компания арендует офис. Мы точно так же написали письмо, ребята, пожалуйста, снизьте нам аренду, мы не можем работать. Они говорят, ребята, вы можете прийти в офис, но конкретно в Словении сегодня ограничений по работе в офисе их нет. То есть вы можете прийти в офис, вы можете работать в офисе, то есть ограничений таких нет. У нас есть ограничение конкретно, что ты не можешь принимать клиента в офисе, но работать в офисе ты имеешь право. Поэтому, по сути дела, как я уже говорил, что да, конечно, именно офисная недвижимость, по моей оценке, больше всего может просаживаться, но с другой стороны, опять же, если мы ведем речь о компаниях, которым необходима офисная недвижимость, то, по сути дела, у нас со следующей недели уже вы можете принимать клиентов в очень многих сферах, поэтому просто все возвращаются с удаленной работы, возвращаются на фактическую работу. Поэтому я бы сказал так, что по офисной недвижимости также государство на сегодняшний момент три законопроекта по коронавирусу в Словении принимает. Первый уже был принят, второй он сейчас находится в фазе принятия, и от 50 до 70% будет компенсировано государством. То есть, по сути дела, до 70% аренды нам компенсирует государство, которому заплатили арендодателю, а далее все зависит от самой компании. Но если у вас был договор, например, трехлетний неразрывной, ну вы его разорвать не можете из-за коронавируса. То есть, поэтому в этом плане я бы сказал так, что каких-то очень больших рисков я не вижу, но все-таки я бы предлагал бы клиентам, конечно, вкладываться в разный формат объектов. То есть, вот даже если мы ведем речь о торговой недвижимости, вот у меня сейчас возник пример с одним клиентом. У него, по сути дела, три помещения. И сейчас, когда приняли закон, одно помещение у него в большом торговом центре, а два находятся в разных частях страны. Ну там в одном магазинчик 200 метров, в одном магазинчик 300 метров. И у него так получилось, что из трех магазинов два уже открываются, по сути дела, там 5 мая, например. Поэтому всегда некая диверсификация, она актуальна. То есть, поэтому там, имея миллион евро в кармане, не надо вкладывать это, может быть, все в один объект, но это желательно разбито на несколько объектов. Поэтому такая диверсификация тоже, она весьма всегда актуальна, скажем так. Окей, давай тогда перейдем. Ну и на примере вот этого объекта мы практически везде пишем арендная площадь, цена, и везде пишем сумма кредита, сумма кредита. Несколько слов об этом, насколько легко действительно эта история с кредитом сейчас, особенно если мы говорим про коммерческие помещения, и насколько меняется кредитная история, не кредитная история покупателя, а история с возможностью или невозможностью взять кредиты сейчас и в ближайшее время? Смотрите, на самом деле на сегодняшний момент есть возможность получения банковских кредитов. Мы работаем не с одним банком, мы работаем с несколькими банками, их порядка где-то пяти банков, с которыми мы работаем. Это и австрийские, это немецкие, это славянские банки. И вопрос основной, конечно, это наличие стабильного якорного арендатора. То есть, ну, скажем так, конкретно под квартиру взять кредит будет достаточно проблематично, но по торговую недвижимость с длинным договором аренды это получить возможно. Кредит можно получить на как минимум 50% от стоимости покупки в объекты недвижимости. Далее все зависит от, скажем так, от окупаемости объекта недвижимости. То есть, конкретно, если вы посмотрите, например, в случае, например, вот этого объекта в Мориборе за 400 тысяч, там мы написали, что возможность получить от кредита до 225 тысяч евро. То есть, это уже получается порядка там, ну, ближе к 60% можно получить, да. То есть, если это объект там с пятой доходностью, то это, конечно, порядка там 40-45%. То есть, все исходит из арендных потоков. Что очень важно понимать. Кредитует не вас, кредитует проект. То есть, банк рассматривает вакансы самого проекта. Банк, естественно, выдает кредит под залог самой недвижимости. Старки, как я уже сказал, в среднем это где-то 2,5%. Есть, конечно, также накладные расходы на одобрение самого кредита. Ну, вот, ну, это, опять же, у нас есть один кредитный брокер, кто этим занимается. Я могу сказать так, что порядка 70% сделок, которые мы делаем, делаются с кредитами. Поэтому это не что-то новое, то есть, это не какой-то ноу-хау. То есть, 70% сделок мы делаем в кредит. То есть, начиная от сделок там 100-150 тысяч евро, заканчивая сделками там по 2, по 3, по 4, по 5 миллионов евро. И, по сути дела, для вас это хороший механизм защиты, что вы занимаетесь, что банк все проверил. Потому что банк просто так деньги не выделяет. Если там есть какие-то проблемы с поземельной книгой, с писаниями, с разрешением на эксплуатацию и так далее. И для вас это также возможность дополнительного дохода. Потому что, например, имея в кармане 100 тысяч евро, вы себе можете позволить купить объект за 200 тысяч евро. На ваш сложный капитал вы будете получать, ну, те же самые там 5-7%. И на банковские деньги вы также будете получать 5-7% минус ставка банка. То есть, ну, грубо говоря, там 4-4,5%. Это актуально, конечно, для клиентов, которым технический доход пока не нужен. Потому что нужно понимать, что да, у вас доходность, она хорошая получается, она однозначно улучшается. Но вы технически пока эти деньги не получаете, потому что аренный поток уходит в погашение кредита. Но, с другой стороны, я всегда привожу пример такой, что вы, купив объект, не обязаны держать его 10 лет. То есть вы можете купить объект, подождать год-полтора, потом немножко подкопить денег, продать этот объект, купить другой объект. И это мы для клиентов наших делаем. Поэтому здесь очень часто, вот конкретно, например, варианты вот в Марьбере, почему клиент продает этот объект. Это наш клиент, который, по-моему, 5 или 6 лет назад купил этот объект. Тогда мы заключили все новые договора. На сегодняшний момент он хочет купить объект побольше. Он хочет купить там один большой магазин, да, то есть там за несколько миллионов. И он решил пару своих объектов продать, погасить часть ипотеки, часть кредита, которые у него были на этих объектах, и купить что-то новое, что-то более большое. Поэтому в этом плане рынок достаточно динамичный. То есть если вы хотите объект продать, ну, где-то за полгода вполне реально этот объект продать, если только, конечно, вы не хотите там на его стоимость от покупки добавить там плюс 20%, например, да. То есть поэтому цена должна быть однозначена рыночная, но это весьма-весьма-весьма вакантно. Поэтому кредит – это очень хороший механизм. Не каждая страна дает эту возможность. Ну, вот, поэтому это вот, возвращаясь к плюсам Словении, это еще один из плюсов, то, что возможно получить банковское финансирование со стороны банка. И это для людей, кто в этом разбирается, конечно, очень хороший показатель, что если банки кредитуют иностранцев, ну, во-первых, отношение к иностранным инвесторам хорошее, а во-вторых, это определенная стабильность для покупателя. Окей. Виктория, вот когда обращаются, ну, допустим, с кредитом, ведь многие клиенты начинают общаться с вами еще не приезжая в Словению. Что вы здесь можете сделать, если человек заинтересован в кредите, какую часть работы можно опять делать здесь? Я думаю, что мы можем сделать практически всю работу до приезда клиента. То есть, если инвестор выбирает объект, мы предоставляем полностью всю информацию об объекте, мы делаем полный расчет объекта. То есть, человек, приобретая, он уже знает полностью, какая у него будет доходность, какой кредит он будет выплачивать, каждый евро, который должен будет заплатить каждый месяц, и вся доходность, которая ему будет приходить. То есть, по сути, вся процедура, она абсолютно чистая и открытая. И никаких сюрпризов или всплывающих дополнительных расходов невозможно, чтобы они потом были. Если возможно, буквально, чтобы, опять же, сильно не убегать дальше, буквально тут я вижу пару вопросов, как раз дискуссия началась, просто сейчас оперативно отвечу, и тогда перейдем к моментам. Смотрите, да, банк кредитует компанию, не вас, потому что вы покупаете объект на компанию. По-своему делу, заемщиком является славянское юридическое лицо. То есть, это тоже является плюсом, по моей оценке, потому что кредитуется не вы лично, а кредитуется ваша компания здесь, которая имеет ограниченную ответственность. То есть, второй момент, увеличение стоимости объекта, смотрите, еще раз. Мы исходим из того, что по каждому объекту делается оценка. Есть оценщики, которые делают оценку объекта недвижимости. Мы смотрим на тренды роста цен. И, конечно, покупая объект по цене 1000 евро квадратный метр, если, опять же, рынок находится на подъеме, цена на него растет. То есть, понятно, опять же, что покупатель такого формата объекта – это более специфичный человек, который ищет именно доходность. То есть, понятно, что гарантировать, что цена объекта не упадет, но это невозможно. Я думаю, что ни одна компания в мире не даст гарантии, что вот в этой стране на протяжении следующих пяти лет недвижимость будет расти в цене. Всегда нужно здраво оценить, какая строительная стоимость объекта и какая рыночная стоимость объекта. Здесь, конечно, стоимость объектов, она всегда в рынке находится. То есть, поэтому говорить о ее падении, ну, на ближайшие перспективы двух-трех лет я бы не брался говорить. То есть, по моей оценке, что цена падать не должна. Если говорить о продаже объекта и ипотеки, смотрите, в Кловении это, я бы сказал, даже по Европе, это нормальный процесс. То есть, у вас стоит залог на объекте. Например, вы взяли кредит 100 тысяч евро, у вас в подземельной книге писана ипотека 100 тысяч евро. Вы кредит выплачиваете год, кредит вы взяли на 10 лет. 10 тысяч евро вы ипотеки погасили, потому что отдельно платится тело, отдельно платится процент по кредиту. То есть, вы всегда знаете, сколько тела кредита вы погасили. Вы нашли покупательный объект, либо мы нашли покупательный объект. Мы пишем заявку в банк. В любом кредитном договоре есть условия расторжения. Если вы подаете объект, большинство банков не берут штрафных санкций. Если вы перекредитовываетесь в другом банке, то они штрафные санкции берут. Поэтому это сделано специально, чтобы вы не перепрыгивали с одного банка в другой банк. Например, пошел год, вы 10% погасили, то есть у вас апотека на 90 тысяч евро. И банк дает письменное заявление и депонирует его у нотариуса, что после поступления 90 тысяч евро оплаты по кредиту, они снимают все претензии. Поэтому, по сути дела, договор купли-продажи также депонируется у нотариуса. То есть, все сделки мы делаем только через нотариуса. Также все оплаты идут через нотариуса. То есть, все суммы денег депонируются у нотариусов. По сути дела, вы получаете такой процесс, где мы получаем остаток вашего кредита. Новый покупатель гасит вашу ипотеку и, по сути дела, раненцу денег перечисляет вам. Поэтому, по сути дела, это делаете даже не вы, это делает нотариус. То есть, он гасит ипотеку, у него же есть заявление от этого банка о снятии ипотеки, он ипотеку снимает и раненцу перечисляет уже продавку недвижимости. Поэтому, с технической точки зрения, сегодня, я думаю, 95% объектов недвижимости в Европе продаются с кредитами. Поэтому, даже когда вы новую квартиру покупаете, на ней висит ипотека от застройщика, он дает согласие банк о снятии с вашей конкретной квартиры требований по ипотеке после поступления такой-то оплаты. Поэтому, в Европе ипотека – это очень простой процесс, это несложно, и все договорено, все указано в договоре. Поэтому, здесь проблемы такой нет. И, Филипп, извини, пожалуйста, буквально последний вопрос. Про проблемы, я расскажу, прощите. Да, потому что я, ну, этот вопрос, мы, это не первый бинар, который ведем, и очень многие люди читают на славянских разных порталах о том, что вот счета закрываются и так далее. Смотрите, нужно понимать две разные вещи. Так же, возвращаясь к вопросам ВНЖ. Очень многие люди просто получают ВНЖ по хитрой схеме, открыв компанию, ничего не проинвестировав, получив ВНЖ, показывая эффективную работу компании. Конечно, такие клиенты банкам не нужны, потому что сейчас была проверка на банках Словении, попали под нее Юникредитбанк, еще несколько банков, и они поняли, что эти банки вообще не проверяли происходение средств у своих клиентов. Эти компании ничем не занимаются, и, по сути дела, теперь банку нужно писать вот такую отчетность по компании, которая ничего не делает, и они с этого ничего не зарабатывают. Поэтому банк говорит, даже на сегодняшний момент при открытии компании, банк задает вопрос, хорошо, чем компания будет заниматься? Ага, вы собираетесь покупать объект недвижимости? Какой объект недвижимости собираетесь покупать? Вот этот, вот этот, понятно. Вам нужен кредит? Нужен. Хорошо, давайте вас сразу проверим. То есть здесь, скажем так, с одной стороны, процессы немножко усложнились, потому что теперь нужно больше отчетности предоставлять банку, но с другой стороны, как только вы проверены в банке, банк с вами работает долгосрочно, и получение каждого нового кредита, по нашему опыту, у нас ни один практически наших клиентов не берет одну ипотеку. Он покупает один объект, потом второй, потом третий, он постепенно инвестирует, и каждый раз приходит в банк с какой-то небольшой судой, кредитом, займом и так далее. И дальше этот процесс намного проще идет сам по себе. Поэтому здесь, скажем так, с одной стороны, идет закрытие счетов для клиентов, которые практически ничем не занимаются, но либо занимаются, но банк с этого ничего не зарабатывает. А если вы работаете, по сути дела, с банком в виде партнера, как взаимодавца, то есть банк является вашим партнером, который поставит вам средства, естественно, одним из условий кредита является открытый счет в этом банке, потому что банк, естественно, хочет контролировать поступление арендных платежей, ваши обороты, ваши задолженности и так далее, и так далее. Поэтому здесь, если вы работаете с профессиональной компанией, которая имеет хорошие контакты с банками, конечно, у вас вопросов таких не возникнет. Если же вы просто хотите открыть компанию чисто под ВНЖ, иметь фиктивную компанию, компания чем-нибудь заниматься, либо инвестировать 20 тысяч евро, ну, банку это неинтересно, и это причем такая политика не только сейчас в Словении, такая политика сейчас везде в Европе. То есть и в Чехии вы просто к счету не откроете, и в Литве, и в Латвии, то есть везде усложнения идут, потому что это общее требование Евросоюза, это общее требование, извините, перебью, причем это не только по гражданам России, Украины, Белоруссии, это и также та же самая ситуация с гражданами Америками, то же самое, то есть это, по сути дела, все страны третьего мира. Для Европы страны третьего мира – это все, что вне Евросоюза. То есть для всех остальных стран действуют везде одинаковые правила. Будете вы американцем, будете вы из России, будете вы из Белоруссии, абсолютно одинаковые условия будут. Ну, друзья, и у нас осталось, по сути, два вопроса, времени осталось не очень много. Вик, первый вопрос к тебе, Саш, и финальный вопрос уже будет к тебе. Вик, к тебе вопрос, ну, вот Future Real Estate, компания, вы работаете, представляете интересы Century 21 и являетесь представительством Future Real Estate, по сути, в России. Есть интерес, допустим, к вашей работе, есть интерес к вашим объектам. С чего начать? Как правильно можно сейчас завязать какое-то сотрудничество, чтобы вы порекомендовали, как вы работаете? То есть как начать с нами сотрудничество? Ну да, 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 да. Необходимо просто позвонить, либо написать письмо, написать сообщение. Любой удобный способ для связи. Мы со своей стороны узнаем, какие пожелания, какие цели у человека, во что он хочет инвестировать, что он хочет получить. То есть если кто-то хочет сидеть в России, никуда не ездить и приобрести доходный объект, возможно. Если цель приобрести доходный объект и при этом еще переехать, то есть возможно переехать со всей семьей и свою жизнь дальше уже планировать в стране такой прекрасной, как Словения, тоже возможно. То есть в первую очередь нужно высказать свои пожелания, а дальше со своей стороны мы выстроим цепочку событий, которые нужно будет пройти. То есть мы определимся с объектом и дальше поможем этот объект приобрести с кредитом, без кредита и подберем соответствующих специалистов для оформления. Скажи, пожалуйста, вот есть все-таки часть объектов, ну я этот вопрос и тебе, и потому что Александру его задам, просто когда задавали вопрос по Кранскую гору, все-таки в основном вы работаете по какой-то базе объектов, там связанной с N21, или все-таки основная эта история объект, подбор объектов? По практике как происходит? Филипп, смотри, по недвижимости ситуация следующая. Понятно, что держать очень большую базу объектов весьма проблематично, потому что те объекты, которые ликвидны, они уходят достаточно быстро. То есть даже если вы посмотрите на сайт Century 21, конечно, там вы увидите тысячу с лишним объектов, потому что, опять же, ну большинство объектов – это объекты, которые актуальны для внутреннего рынка, то есть, ну, как любое агентство по недвижимости, вы войдете в Германию, в Австрию и так далее. Если вы смотрите на сайт проекта Future Real Estate, вы увидите там всего 15-17 объектов, потому что это те объекты, которые сейчас актуальны, и база, конечно, из таких супервакантных объектов, она большой быть не может. То есть поэтому здесь, если, например, ну, первое, что я советую человеку, конечно, это изучив, получив вот у Виктории преждевременную всю информацию, расчеты и так далее, приехать посмотреть, потому что очень многие клиенты, которые изначально, они не понимают, как работает концепция маленького города с торговым объектом там, то есть они не понимают, как это выглядит, что это такое. И приехав сюда, очень многие вопросы у человека рассеиваются, да, то есть потому что, ну, скажем так, только приехав и увидев, ты понимаешь эту концепцию, и ты понимаешь, что не важен город, будь то Лютомир, будь то Жалец, будь то Марьевер, да, есть столица, конечно, если человек хочет себе топовый ликвидный объект, это, конечно, столица, это Любляна, но вы должны понимать, что окупаемость в таком городе будет все равно ниже, чем в другом региональном городе. Поэтому здесь однозначно я бы сказал, что есть действующая база объектов по недвижимости, есть проекты, которые мы развиваем и планируем строить в этом и в следующем году, то есть мы работаем далее. У нас сейчас вот как раз в мае начинается постройка нового центра на границе с Австрией, в городе Шентиль, у нас начинается строительство объектов на границе с Италией, то есть мы работаем дальше, у нас никаких трудностей нет. Понятно, что если появляются специфичные запросы, человек говорит, ну вот я хочу, например, Краинскую гору конкретно отель найти, мы найдем, потому что, ну, всегда что-то продается, всегда что-то покупается, да, то есть поэтому, но в основном, конечно, мы держим тот сегмент объектов, который, естественно, востребован наиболее на сегодняшний момент. Окей, ну и тогда завершающий вопрос. Вика, я думаю, что тут, ну, свои тезки ответили по поводу минимального срока нахождения в Словении. Саша, тебя попрошу тогда ответить все-таки на вопрос, ну, тот, с которого, может быть, следовало начать. Все-таки, почему Словения? И что вообще такое, что представляет собой государство? И даже лично, что ты в ней нашел, уж коли ты из солнечной теплой Москвы переехал в холодный, небостеприимный Адриатический край? Вика, давай, ты первая. Я очень быстро, да, отвечу. Требований к директору компании Словенской нет таких, то есть он может не находиться в Словении, но также может находиться в Словении без каких-либо ограничений. То есть нет, таких строгих требований нет. Я, может быть, прокомментирую, здесь еще такой момент, откуда вообще взялось правило 183 дня, просто, ну, соответственно, так как я сам изначально для себя получал и ПМЖ, и ВНЖ, и ПМЖ, и потом и гражданством занимался, то, естественно, как говорится, этот процесс весь лично прошел, потому что, опять же, может быть здесь сделать, хочу ударение на том, что универсальных специалистов сегодня нет, которые бы занимался бы и открытием, и иммиграцией, и недвижимостью, и кредитами, и так далее. Поэтому, собственно говоря, наша компания и базируется только на инвестиционной недвижимости. Также мы можем предложить и коммерческую, и жилую, и так далее. Любых специалистов, с которыми мы работали и работаем, работают наши клиенты, мы можем порекомендовать, но, естественно, сами самостоятельно мы этим не занимаемся, потому что, ну, я продерживаю всегда мнение того, что если ты в чем-то хорош, занимайся только этим, да, то есть как можно больше ты начинаешь распыляться, то у тебя падает качество услуги и так далее. 183 дня было взято, что при получении постоянного места жительства они говорили, что не может быть разрыва больше, чем 183 дня, по-моему, при твоей прописке, что ты не можешь отсутствовать. Но это отсутствие смотрелось по прописке, по твоей, поэтому такого некий, скажем так, именно как условия обязательства, насколько мне известно, в законодательстве нету, да, то есть, но многие, читая этот закон, они это воспринимают, что там минимум 183 дня в году ты должен проживать. Хотя вот у меня сейчас недавно знакомый получал постоянное место жительства, у него штампы проверяли, например, да, то есть поэтому все зависит сугубо, все очень-очень-очень сильно субъективно, да, то есть потому что все равно, получая вид на жительство, они подразумевают, что вы будете некоторое время здесь находиться, да, то есть что это, как я еще раз повторюсь, не то, что вы получили и через год приехали на продление, все, и вас спросили, а столица Словении это что? Ты говоришь, там, не знаю, да, то есть здесь равно какую-то часть жизни вы, Словении, в этом плане отдать должны, но именно то, что вы должны сидеть здесь постоянно, ну, по крайней мере, с таким я не сталкивался сам лично. Ну, окей, твой монолог по поводу того, почему Словения, что же ты-то в ней лично нашел? На самом деле, что очень сильно прельщает, это первое, это, конечно, то, что это государство, в котором работают законы, то есть это, несмотря на всю доходность, я, кстати, вижу это вот раньше, я когда общался с отечественниками, все говорили, слушай, говорят, да зачем куда-то уезжать инвестировать, говорят, у нас же там окупаемость 30% в год, 20% в год, зачем? Там наши, ну, я сам из России, буду говорить про Россию, там рубль – это стабильная валюта, у нас же никаких колебаний, экономика растет, там все хорошо. Я могу сказать так, что в течение там вот последних, наверное, лет 10 каждый год риторика постепенно-постепенно-постепенно менялась. И сегодня главная задача у человека – это не получить сверхдоходный объект, а хотя бы сохранить деньги и вложиться в той стране, которая пока еще принимает наш капитал, понимаете? Потому что на сегодняшний момент очень многие страны отказываются от российского капитала, да и не только от российского, там и от Казахстана, и от Белоруссии, от Украины, от других стран. И на сегодняшний момент, ну, люди просто ищут страны, которые еще хорошо относятся к, опять же говорю про Россию, то есть которые еще нормально относятся к России, которые принимают наш капитал, которые все равно готовы продавать нам какие-то объекты. Ну, и если говорить конкретно именно о самой Словении, то, что мне здесь приличает и нравится, это то, что все-таки это правовое государство, где ты можешь туда пойти в суд, если ты прав, ты всегда выиграешь, это все равно практическое отсутствие коррупции. Понятно, что коррупция на верхах, она всегда существует в любой стране мира, будь то Швейцария, будь то Америка, будь то Россия, будь то Словения, но коррупция на бытовом уровне, она отсутствует. То есть вот конкретно вот я смотрю на себя, то есть мы, занимаясь здесь бизнесом, нам не нужно никого подкупать, получая разрешение на строительство, нам не нужно никому платить деньги. Если пришла налоговая проверка, и ты платил налоги, ну, тебе никакого штрафа не выпишут. Если там приходит какой-то проверяющий другой орган, инспектирующий, то есть я даже зачастую не знаю, что к нам приходит какая-то проверка, потому что пришла проверка, наш юрист им дал документы, он говорит, все, спасибо, ну, мы все получили, все ясно. Поэтому вот это привлечает, то, что это правовое государство с законами, которые все-таки европизированы, потому что, например, если брать Хорватию, там, конечно, еще переход европизации еще идет полным ходом. То есть я думаю, что Хорватия, она будет более-менее европизирована где-то через 2-4 года, потому что все равно пока Хорватия, это, конечно, Балканы-Балканы. Я хочу сказать, что Саша говорит не на пустом месте, потому что его компания работает в том числе и на хорватском рынке, сенчей, 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 сенчей. И вообще хорватское направление, что это тоже Александр Тонко. Да, однозначно. И я все равно тоже достаточно много изучаю, занимаюсь недвижимостью еще и в Австрии, в Германии. То есть, понятно, этим я занимаюсь не в виде бизнеса, а в виде информации для себя, сравниваю, смотрю, анализирую и так далее. И я понимаю, что, по сути дела, очень многие законы, они идентичны с немецкими, идентичны с австрийскими. То есть, для меня все-таки Австрия, Германия, все-таки это эталоны мирового уровня. То есть, страны с безумно низким уровнем коррупции, с весьма разными законами, которые, с одной стороны, да, у тебя большие налоги, но, с другой стороны, ты понимаешь, что ты получаешь за эти налоги. То есть, ты получаешь именно безопасность. И как, например, это сложилось в этой ситуации с коронавирусом, я бы сказал так, это показатель именно, как работает государство. То есть, сколько денег государство тебе помогло. То есть, с одной стороны, ты финансируешь государство, чтобы в такие ситуации государство финансировало потом тебя. То есть, и сейчас именно являются показателями, как этому отнеслась Италия, как этому отнеслась Испания, как этому отнеслась Словения, Австрия, Германия и так далее, ну, в том числе Россия, Украина и так далее. То есть, поэтому здесь, конечно, ну, я бы объективно скажу, я доволен теми мерами, которые государство принимает. Я доволен тем, что нам перенесли оплату налогу на прибыль, я доволен тем, что нам перенесли кредитные платежи, по крайней мере, дали возможность, если тебе это необходимо, если тебе это нужно, тебе дали выплаты по работникам, которые у тебя числятся в штате, тебе выделили поддержку в виде оплаты аренных потоков. То есть, в принципе, ну, скажем так, я очень этим доволен, и именно поэтому я еще раз убеждаюсь в том, что, ну, я живу в правильной стране, да, то есть доступность всего, то есть 2-3 часа я нахожусь в Вене, 2-3 часа я нахожусь в Венеции, час я нахожусь на побережье, до Крайенской горы, до Греналужного курорта, там, 40-45 минут езды. То есть, если сложить все эти факторы, однозначно это, ну, как мне кажется, одно из таких лучших мест и в плане бизнеса, и в плане досуга, и в плане, там, проживания и так далее, и так далее. Ну что ж, дорогие друзья, несколько объявлений. Я еще разочек хочу напомнить, что мы по завершении этого вебинара вовсе не расстаемся с компанией Century 21 и Future Real Estate. До конца апреля, ну, в край, там, в начале мая мы запускаем очередной видеопроект, на котором можно будет, который можно будет ознакомиться с теми объектами, которые предлагаются к инвестициям, причем посмотреть на них в динамике, как это было 3 года назад, 2 года назад, год назад, что появилось нового и что произошло с теми объектами, которые 3 года назад предлагались к продаже, как они были проданы, как они были реализованы, как они работают. В этом смысле, в Рунете, ну, я такого проекта не видел. Надеюсь, что он действительно будет интересен и полезен именно с практической точки зрения. Вторая история – это то, что в конце этой недели мы обязательно опубликуем материал отчета в нашем вебинаре, и вместе с этим отчетом вы получите, собственно, ссылку и контакты еще раз компаний, не коль уж вы ими не воспользовались, хотя мне кажется, что сейчас самое время записать их, коль они нужны. У нас все наши спецпроекты, в том числе и спецпроект компании Future Real Estate, у нас уже два, и будет еще один, они у нас есть по этой ссылке. Все наши вебинары, которые мы будем проводить в ближайшее время, ссылочку на них вы сейчас тоже увидите в нашем чате. Ну, и с удовольствием еще раз представляю наших сегодняшних экспертов, благодарю их за участие, Виктория Савченко и Александр Тонко, компании Future Real Estate, Century 21 Словения, и Филипп Березин, Прианру, Саша, Вика, спасибо вам огромное. Ваше последнее слово перед тем, как мы отключимся и пойдем праздновать наступление субботы и воскресенья. Спасибо большое, Филипп, очень рады. Конечно, весьма тяжело даже за два часа охватить все вопросы, потому что в среднем, как минимум, первичное общение занимает 3-4 часа, то есть это о таком еще базовом уровне. Прошу обращаться к Виктории, она является нашим представителем на российском рынке, ответит на все вопросы, скоординирует со всеми нужными специалистами, то есть начиная от налогового консультанта, адвоката, бухгалтера и так далее. Как еще раз повторюсь, наша главная специализация все-таки это недвижимость, то есть я являюсь специалистами именно в этой сфере, поэтому готов ответить на все вопросы, поконсультировать, помочь, поддержать, поэтому Виктория является, скажем так, нашим первым звеном общения первой линии, поэтому обращайтесь, пишите, звоните, постараемся максимально быстро на все ответить и дать максимально точную информацию для вас, потому что мы понимаем, что этот процесс весьма непростой, это решение, которое принимается не за 5 минут, спешки здесь, кажется, быть не должно, поэтому постепенно, поэтапно, я думаю, что картинка более-менее сложится. Вика. Филипп, спасибо вам, вашей команде все. И я сейчас только поняла, что прошло 2 часа, как говорится, в хорошей компании время летит. И спасибо участникам за вопросы, если остались еще какие-то вопросы, пожалуйста, обращайтесь, очень оперативно всем каждому ответим. А, вот вопрос. Да, да, да. У нас Виктория, вы можете обращаться к Виктории, то есть она говорит и на английском языке, и на нескольких других языках, поэтому, конечно... Она еврейская, она еврейская. Ну, найдем, найдем способ. Завтра в шаббат заговорю. Ну, отлично, хорошо. Да, пожалуйста, обращайтесь. Итак, спасибо вам огромное. Действительно, 2 часа пролетели незаметно. Ну, будете пересматривать, пролетят еще 2 часа незаметно. По-моему, очень и очень продуктивно получилось. Компания Future Real Estate, компания Century 21, ее эксперты. И Филипп Березин, Прианру, недвижимость за рубежом. До встречи, всем здоровья и на вебинарах Прианру.